Глава 596. Раздался легкий щелчок развалившегося прямо в руках юноши пистолета. Луинь отбросил осколки и понял, что тот оказался бесполезен. Что это? Глаза юноши привлекли в осколках какой-то кусок звериной шкуры. У него не было времени разглядывать его, поэтому он быстро убрал шкуру в кольцо и уставился на приближающуюся атаку Джоуфына. Сметающий все на своем пути вихрь быстро воспламенился и стал увеличиваться в размерах. Его прожигающую мощь почувствовать на себе мог даже Луинь, одетый в космическую броню, не говоря уже о Лилии, Линьлы и других. Но внезапно пламенный ураган рассеялся, а Джоуфын застыл с удивлением на лице. Луинь и остальные посмотрели на него. Синий лев стоял так пару мгновений, после чего с какой-то неохотой посмотрел на Луиня и других схватить Ванвыня. Луинь вдруг посмотрел на Ванвыня и увидел рядом с его гробом большой сгусток рун, но при этом никого не видел, похоже это был теневик сферы ловца. Как только он собирался сделать ход, вихрь вырвался из левого глаза Джоуфына, вновь сметая все и вся. Но почти сразу после этого все небо охватило пламя из-за появления Хо-Хоу, что напал на льва. Джоуфын, игнорируя просвещенного, уставился на Луиня. Тебе повезло, но рано или поздно внешняя вселенная будет нашей. После этих слов, он отразил атаку Хо-Хоу, затем схватил гроб и бросился убегать с территории крепости сломанного клинка. В тот же момент все вторгшиеся монстры начали отступать. Помогите, спасите, кричал Ванвынь. Хо-Хоу потянулся за гробом, на что Джоуфын холодно фыркнул. Просвещенный человек, но незначительная боевая мощь, а все потому, что вашему телу необходим чип эволюции шестого класса, без него от вас нет никакого толка. Договорив, зверь мощным ураганом отбросил Хо-Хоу назад. Ханьфы также появился здесь, но его сдерживали два монстра сферы просвещения. Слушайте мой приказ, верните Ванвыня обратно, голос генерала Хань разнесся по звездному небу. Ушин, Хо Цин Шань, Кун Ши и еще одна группа сильных ловцов бросилась выполнять приказ. Цула и Аметистовый зверь сферы просвещения сдерживали старейшину Жо-Хоу, который был в ярости. Раз вы решили убежать, поджав хвосты, то какого черта решили, что я позволю вам забрать Ванвыня? Таков приказ, и ты не в силах остановить его исполнение, ответил Цула, ударив хвостом старика. После чего в него яростно врезался Аметистовый зверь. Сила звездных зверей, очевидно, превосходила человеческую сторону. Увидев, что Ванвыня вот-вот унесут, Луинь достал звездную линейку и поспешно применил ее. Фигура юноши мгновенно исчезла, а появилась уже прямо на прозрачном гробу. Ванвынь удивленно посмотрел на нашего героя. Брат, это ты? Джоу Фэн внезапно обернулся. Луинь, тебе жить надоело? Юноша прижал левую руку к гробу, достал окровавленную кожу пустотного громолиска и решил с помощью этого сокровища убежать. Однако в этот момент возле него появился теневик, что замахнулся на него своей лапой. Хотя он мог выдержать эту атаку с помощью своей брони, но атака откинет его в сторону, и в таком случае он не сможет спасти Ванвыня. В столь патовой ситуации у него остался лишь один выход. Он может контратаковать зверя, одновременно с этим применив окровавленную кожу пустотного громолиска, чтобы уйти вместе со стратегом Ваном. Но проблема в том, что он не знал, чем ему контратаковать, чтобы успеть сломить удар теневикосферы ловца. У него была секретная техника, но она не могла переместить физическую атаку, а на целого зверя у него не хватит навыков. Получается, остался только этот прием. В сознании Луиня появился нефритовый палец, накрывающий звездное небо. Он много раз появлялся ему во снах. Он не знал, чей он и почему вызывал столько гнева, но его сила вызывала неподдельный шок. Когда он прорывался в сферу познания, то находясь в сознании в течение почти 16 дней постоянно наблюдал за ударом этого пальца и понял, что это на самом деле целый боевой навык. Этим ударом можно было рассечь небеса, и неважно, где они находились. Луинь был уверен, что этот навык превосходил по силе все, чем он сейчас владел. Юноша поспешно поднял правый палец и указал на теневика. Его глаза затуманились, и он перешел в некое бессознательное состояние. В следующий момент он вновь увидел перед собой нефритовый палец. Его сердце наполнилось безграничным гневом, но в тот же момент его выставленный палец, будто соприкоснулся с ним, соединяясь вместе, а после высвободил свою силу в теневика. Они находились на поле боя, где тут и там гремели взрывы смертельной борьбы, но по какой-то причине в эту секунду теневик ничего не слышал и не видел. Он был завлечен указательным пальцем юноши, что своей силой парализовал окружающее пространство. Удар юноши пронзил лапу теневика, а после поразил его в лоб. Пространство лишь слегка вздрогнуло, но не разрушилось. В следующий момент кровавая кожа громолиска активировалась, и Луин исчез вместе с гробом на глазах у толпы звездных зверей. На самом деле все произошло очень быстро, от появления юноши до исчезновения прошло не больше пяти секунд. Когда Джоу Фэнс собирался сбросить наглеца со своей спины, то парня с гробом уже и след простыл, а появившийся рядом теневик сферы ловца был мертв. Джоу Фэнс ужасом уставился на мертвого теневика, недоумевая, как мальчишка мог убить его так быстро, при этом не используя никаких сокровищ, а полагаясь исключительно на свою силу. Он видел, как Луин показал звере указательный палец, но не почувствовал в его ударе какой-либо силы. Лев резко повернулся в сторону крепости сломанного клинка, задаваясь вопросом, и что это было. Не только Джоу Фэнс был в ужасе, но и сам Луинь был напуган. Он не ожидал, что этот палец будет настолько мощным, что его силы хватит прикончить теневик сферы ловца одним ударом. Юноша никогда и мечтать о подобном не мог, но цена за использование этого навыка была высокой. Его окровавленный палец слегка подрагивал, юноша с горькой улыбкой не мог им даже пошевелить. «Пешка Кун, я тебя обожаю!» — крикнул Ван Вэнь, глядя на юношу со слезами на глазах. Луинь тяжело вздохнул. Он потратил кожу Громолиска, чтобы спасти этого Аболтуса, но волновался, что звездные звери не отступят и вернутся за ним. К счастью, его волнения были излишни. Звездные звери по какой-то причине быстро отступили и не попытались снова схватить Ван Вэня. Вскоре их уже не было видно и крепость сломанного клинка погрузилась в гробовую тишину. Ханьфы и остальные переглянулись, все были сбиты с толку. Звери могли прорвать оборону, но почему-то отступили. Когда Цула и Аметистовый зверь ушли, старейшина Жохуа дрожащими руками убрал свое оружие и глубоко вздохнул. Хотя враг отступил, многие люди понимали, что это было ненадолго. Старейшина, Ханьфын и другие подошли к Жохуа, в замешательстве смотря на него. Луинь и Ван Вэнь также подошли. Старик осмотрел всех и устало сказал. Война окончена. Ханьфы и другие были озадачены. Ван Вэнь тут же спросил. Как окончено? Объясните понятнее. Из всех присутствующих он был единственным, кто посмел бы так разговаривать с ним. Жохуа посмотрел за пределы крепости. Звездный регион зверей столкнулся с чужим вторжением. У Империи Небесного Демона нет лишних сил сражаться с нами. Все были удивлены. Ван Вэнь выглядел растерянным. Старик, кто на них напал? Внутренняя вселенная? Жохуа покачал головой. Есть вещи, которые вам недоступны. Вот когда достигнешь сферы ловца или просвещения, то я отвечу тебе на этот вопрос. Сейчас вам главное знать, что война временно остановлена. Луинь посмотрел на Ван Вэня, который спорил со старейшиной, и тихо спросил Гуихау. Что еще за вторжение? Старик явно не имел в виду внутреннюю вселенную. У вас еще есть какие-то враги? Да нет, наш регион граничит только с безымянным звездным регионом и вашим. Вторгнуться могли только вы. Ты уверен? Парень не поверил ему. Если бы внутренняя вселенная напала, то старейшина не стал от них ничего скрывать. Но если судить по скорости отступления звездных зверей, то похоже дела там были очень серьезными. Кроме того, по идее старик должен был радоваться завершению войны, но что-то на его лице кроме беспокойства ничего не было видно. Я тебе точно говорю, если только в безымянном звездном регионе не появилась новая мощная цивилизация. Ван Винь продолжал спорить со стариком, желая услышать четкого объяснения. Старейшине это надоело, поэтому он попросил Ханьфуя забрать парня, после чего посмотрел на Луиня. Юноша заметил его взгляд и поспешно подошел. Младший Луинь приветствует старейшину. Жоху окивнул и с восхищением сказал. Ты в сфере грани успел переплюнуть даже десять судей. Парень понял, о чем он говорит. Я лишь полагался на внешнюю силу, мне еще расти и расти до судей. Старик улыбнулся. Хорошо, что ты это признаешь. Мальчик, я хочу предупредить тебя, что использовать внешнюю силу нецелесообразно, если только тебе не угрожает смерть, иначе так ты загубишь свой потенциал. Кроме того, сейчас многие считают, что ты заработал свой статус из-за внешней силы, так что тебе стоит приготовиться к последствиям. Я все понимаю и больше не буду использовать внешнюю силу без крайней необходимости. Жохуа с чувством ностальгии посмотрел на звездное пространство. В прошлом в зале славы был человек, он не только был очень талантливым культиватором, но также нашел очень странное и мощное сокровище. С ним он был непобедим на своем уровне, но его жизнь стала еще более беспокойной, чем ожидалось. Каждый день кто-то нападал на него, желая получить сокровище, и в конце концов тот человек взорвал себя из сокровища, забирая с собой жизни группы убийц. Этими словами я хотел сказать, что чрезмерная слава тоже может навредить, учти это. После этих слов старейшина ушел. Луинь стоял на месте с задумчивым видом. Чрезмерная слава? Сейчас многие пусть даже из-за внешней силы, но ставили его на уровни просвещенных, поэтому на него нападали звери исключительно высокого уровня, когда как он был лишь в сфере познания. Если старик ему хотел указать на это, то он уже давно все это прочувствовал на себе. Седьмой брат, не обращай на него внимания, то, что сказал старик не случилось бы, если бы тебя не заставили сюда прийти. Луинь горько улыбнулся. Его действительно заставили, но несмотря на это, ему нужно ограничить себя в использовании внешних сил. Глава 597. Хотя старейший ножохуа был уверен, что звездный регион зверей больше не вторгнется, ради безопасности оборона крепости не ослабла и новость об отступлении врага не распространились. По сути, об этом знали лишь несколько человек. Отдохнув два дня, Луинь пришел на вершину обрушившегося утеса, смотря на множество людей вдалеке, которые все еще прибирались после сражения. Он до сих пор не понимал, почему старик был так уверен, что звери не нападут, ведь со слов Гуйхау не существовало такой силы, что могла бы так испугать звездных зверей. Вдруг позади него раздались шаги. Юноша не оглядывался, поскольку своим полем увидел приближающуюся девушку в красном наряде. Ее он спас ранее, когда она и еще один парень пытались вызволить Ван Ваня. Она выглядела очень соблазнительно и была из домена пламени. Спустя мгновение манящий аромат ударил ему в нос, отчего он слегка поморщился. «Брат Лу, могу я сесть рядом?» Спросила Лилия, встав позади него. «Пожалуйста». Девушка не обращала внимания на грязную землю, села рядом с ним и посмотрела ему в лицо, наклонив голову. Юноша был удивлен, встретившись с ней взглядом. Она обладала завлекающей внешностью, даже сильнее, чем у милой Люфуси, а ее красный наряд лишь повышал внутреннее желание взять ее, но парень этому не поддавался. «У меня что-то на лице?» Лилия улыбнулась и облизнула свои красные губы. «Брат Лу, спасибо, что спас меня». Луинь отвернулся. «Не стоит меня за это благодарить, в той ситуации я бы помог любому». «Я знаю, но ты все же спас меня, поэтому я благодарна». Лилия подсела чуть ближе к нему и предложила. «Давай выпьем». Красивая и соблазнительная женщина хочет с кем-то выпить. Смысл ее действий был предельно ясен даже для него, у кого почти не было опыта с женщинами, а отношения с Мин-Янь выглядели слишком импульсивными. Луинь встал. «У меня еще есть дела, прости, но в этот раз мне придется отказаться». Ему не очень нравились такие женщины, особенно те, что открыто соблазняли. Лилия смотрела, как он уходит и вдруг сказала. «Брат Лу, не хочешь ли присоединиться к домену пламени?» «Юноша», не оглядываясь, сказал. «Внутренняя и внешняя вселенные разделены. Все, кто здесь застрял, возможно, уже никогда не увидят внутренний регион, так что твое предложение не имеет никакой ценности». «Тогда ты подумал о том, как будешь решать будущие проблемы?» Громко спросила девушка. Луинь остановился и развернулся к ней. «Проблемы?» «Твой пистолет сломался. В глазах юноши появился ледяной холодок. «Ты мне угрожаешь?» Лилия прикрыла рот рукой и кокетливо рассмеялась. «Ха-ха, конечно, нет, как я могу угрожать моему спасителю, но ведь твой артефакт сломался, верно?» «Теперь, чтобы справиться с просвещенными, тебе нужно искать другое решение, а врагов у тебя, насколько я знаю, довольно много». Своими словами она хотела сказать, что если он не присоединится к домену пламени, то у него с ними будут проблемы. Луинь фыркнул. «Кадгара я, кстати, убил не этим пистолетом. После этих слов он сразу же ушел». Девушка была удивлена, что же это было, если не пистолет. Разговор с Лилией напомнил ему, что хотя он не должен прибегать к внешней силе, ему все же нужно иметь при себе какое-то средство, чтобы спокойно прогнать любого просвещенного, посмевшего влезть в его дела. В течение следующего месяца Луинь каждый день обновлял карту воздействия смертельной энергии изначального сокровища, но звездные звери больше не нападали. В этот день старейший Ножохуя вернулся в крепость с радостной новостью. Он уничтожил Бреш в энергетическом потоке, что вел из рубежа варваров в империю небесного демона. Эта новость приободрила защитников сектора окровавленного железа и дала толчок к восстановлению сектора и потерянных крепостей. Уничтожение Бреши означало, что рубеж варваров больше не сможет получить подкрепление, а раз уже целый месяц не было нападения и никто не остановил старейшину Жохуя, то все поняли, что война действительно окончена. Спустя некоторое время в секторе восстановилась связь и Луин первым делом позвонил в Инди. Когда перед ним появилась ее голограмма, он сразу заметил, что она сильно похудела. Мы выжили. Юноша почесал затылок. Да, выжили. Вначале они знать не знали о секторе окровавленного железа и только оказавшись здесь, осознали, насколько ужасным было это место и насколько легко здесь было потерять свою жизнь. Луин несколько раз сталкивался со смертельной опасностью и если бы ему не повезло, то плавал бы сейчас его труп где-нибудь по бескрайнему космосу. Из всех людей империи Дэу, что отправились с ним, выжили только. Он в Инди, Хо Цэн Шани Адун. Что касается их соседей, то сектор Северного Дворца потерял всех, а сектор Начертани почти так же, как и они. В тот день, когда официально объявили об окончании войны, Луин понял, что прошел целый год с тех пор, как внутренняя и внешняя вселенные были разделены. По приказу старейшины Жохуа, сектор Востока должен был помогать снабжением сектору окровавленного железа для восстановления разрушенных крепостей. Также этот приказ поступил многим силам, что были из внутренней вселенной. Что касается Луиня и других, кто был из внешней вселенной, то им разрешили вернуться домой. В последней битве Луинь добился больших успехов. Самое главное, что он спас Ван Ваня. Только за это старейшина наградил его двумя очками славы, что были эквиваленты 40 тысячам очков окровавленного железа, а также дал ему дополнительные 20 тысяч. С учетом полученных ранее очков и собранных за убийство зверей в последней битве, теперь у него было 70 тысяч. Изначально юноша хотел обменять их на звездные эссенции, но Адун его остановил. Мужчина стал уговаривать его докупить еще два очка славы, чтобы их у него было шесть. Шесть очков принципиально отличаются от четырех своей выгодой, серьезно сказала Адун. Что ты имеешь в виду? Как ты думаешь, имеют ли они влияние на внешнюю вселенную? Конечно имеют. Верно, хотя я мало что знаю об их влиянии, но я точно знаю, что шесть очков могут позволить позаимствовать силу зала славы. Луиня это озадачила еще больше. Как это, в какой-то степени ты можешь воспользоваться именем зала славы и пока это никак не мешает залу, твое влияние во внешней вселенной будет огромным, ответила Адун. Луинь понимал, что это преимущество, которое дают очки славы. Он помнил, что и Ниа и Венди также говорили ему о том, что ему будет очень полезно получить шесть очков. Но теперь, когда внутренние и внешние вселенные изолированы, ему казалось, что влияние зала славы будет только уменьшаться. Не стоит недооценивать зал славы, у них есть могущественные люди, что способны повлиять на все человечество, сказал мужчина, что будто заметил, о чем думает юноша. Откуда ты знаешь, удивился Луинь. Адун промолчал. Ах, ладно, я слишком многого прошу. После долгих размышлений Луинь решил докупить два очка славы. Все же, даже если влияние зала будет уменьшаться, то это займет довольно много времени, а пока, даже смотря на старейшину Жохуа, было видно, что зал славы по-прежнему имел значительное влияние. К тому же, потратить 40 тысяч не было большой потери, когда как у него сейчас было целых 160 тысяч звездных эссенций. Обмен одних очков на другие происходил через старейшину Жохуа, поэтому Луиню пришлось встретиться с ним еще раз. Старик почему-то был рад, проводя обмен, а затем сказал. Вскоре в империю Дэу прибудет мой посланник, он передаст тебе особый терминал. Надеюсь, ты будешь правильно использовать полученный статус. Луинь уважительно сказал. Старейшина, не волнуйтесь, я не опозорю зал славы. Хотя наличие очков славы не означало вступление в зал, но наполовину он, можно сказать, уже состоял в этой организации. Чем больше старик смотрел на него, тем больше радовался. Из-за изоляции никто не хотел покупать очки славы, все считали их бесполезными, но этот мальчишка все еще ценил зал славы. Жаль, что наш звездный регион разделен. Иначе с твоим талантом и способностями мы бы могли предоставить тебе неплохую должность, посетовал старейшина. Луинь озадаченно спросил. Должность? Что за должность? Старик махнул рукой. Забудь, сейчас об этом нет смысла говорить. Если наш регион не восстановится до того, как тебе стукнет сорок, то ты не сможешь получить эту должность. Жаль, конечно. Глава 598. Старейшина, ну расскажите, что еще за должность? Луиню было очень любопытно, о чем говорил старик. Жохуа покачал головой. Мальчик, ступай и помни, не полагайся на внешнюю силу, а также не забывай о законе равноценного обмена. Сколько получил, столько же потом придется вернуть. Луинь кивнул и с огорченным видом ушел. Седьмой брат. Этот старик какой-то суеверный, сказал Гуихау. И это говорит мне тот, у кого глава империи занимается предсказаниями, проворчал Луинь. Зверь затих, с этим он не мог поспорить. Бутянь может предсказывать будущее, но как он это делал, никто не знал. Обменяв оставшиеся очки на звездные эссенции, Луинь забрал с собой Хо Циншеня и покинул крепость сломанного клинка. Многие такие же как он тоже стали покидать сектор окровавленного железа. Только большинство из внутренней вселенной и те, кто были в сфере просвещения, вынуждены были остаться до завершения восстановления крепостей. Для Луиня это было хорошей новостью. Вокруг сектора Синей Волны еще не скоро появятся просвещенные, а значит там будет мир. Жаль только, что Адуну тоже пришлось остаться из-за его особо мощной защиты. Да и сам мужчина, видимо, не хотел возвращаться. Луинь очень хотел завербовать его, но пока у него это не получилось. Направляясь в сектор Востока, глядя на темный космос, юноша позволил себе расслабиться. Молча прочитав текст для духовных практик, он быстро заснул. Спустя сутки с лишним они вернулись в сектор Синей Волны. В Индии оказалось чуть быстрее их. По возвращению Луинь понял, что империя не сильно изменилась. В конце концов прошло всего несколько месяцев с тех пор, как он отправился на войну. В тот день, когда принцесса вернулась, к ней пришел один из придворных, намекая ей на то, чтобы она взяла власть в свои руки, но побоялся сказать это внятно. Девушка просто сделала вид, что не поняла его. Пришедший к власти Луинь помешал многим продвигать свои интересы. Он был слишком властным, поэтому специально создал два отдела и две палаты, чтобы рассеять низшую власть по многим структурам и при этом контролировать тех, кто может войти в эти отделы, а кто нет. Одним словом, он единолично контролировал всю империю, чего себе не позволял бессмертный Юйшан. Поэтому многие надеялись, что Винди сможет его подвинуть, а зная какая она, они надеялись, что после смогут все вернуть на былые места. Вот только они просчитались, ведь принцессу никогда это не интересовало. Первое, что сделал Луинь, вернувшись в империю, провел собрание. Новость о вторжении звездных зверей и войне вызвала у людей внешней вселенной панику. Он хотел всех успокоить. Собрание длилось долго, и после того, как оно закончилось, юноша стал искать Хай Ци Ци, но узнал, что она снова направилась к Звездной реке. Мешать девушке он не стал, пусть она и дальше ищет способ вернуться домой, возможно так ей будет проще принять тот факт, что этого может никогда не произойти. Покинув дворец императора, он направился к Винди. Перед ее особняком стояла группа стариков. Когда они увидели парня, то все побледнели. Приветствуем его высочество регента. Луинь даже не посмотрел на них, обращаясь к охране. Сообщите, что я пришел. Один из охранников поспешно вошел в особняк. Вскоре он вернулся и сказал, что принцесса ждет его внутри. Наш герой прекрасно понимал, зачем собралась эта толпа, но их попытки были тщетны. Особняк у принцессы был небольшим, но красивым. Зачем пришел? Винди вышла ему навстречу и сразу задала вопрос. Хотел кое-что спросить. Говори. Я достиг познания, но что мне делать дальше? Поинтересовался юноша. Он задал этот вопрос Адуну и Хо Цэншаню, но решил также обратиться к ней, ведь каждый человек имеет свое мнение. Винди немного подумала, прежде чем ответить. Физическое тело переходит в новое состояние, близкое к атмосфере Вселенной. Также появляются циклы звездной энергии, истощение. Проходя их, твое тело также будет изменяться, то есть становится сильнее. Различаются мастера этого уровня только тем, сколько времени им понадобится на прохождение цикла и насколько качественную звездную энергию они будут поглощать в это время. В последствии из-за этого образуется различие между культиваторами одного уровня. Допустим некоторые люди поглощают звездную энергию в несколько раз быстрее, чем обычные люди, им проще пройти цикл, а значит они будут быстрее прогрессировать. Сфера познания сама по себе проста, но каждый человек по-своему ее проходит, поэтому конкретно что-то посоветовать тебе я не могу, пусть все идет своим чередом. Луин кивнул, услышав от нее почти то же самое, что ему сказала Дун. У него была большая скорость поглощения звездной энергии, плюс с помощью кубика он мог входить в комнату с другим течением времени. Пока у него достаточно звездных эссенций, он сможет быстро прогрессировать. Времени у него было предостаточно. На первый взгляд кажется, что он тренируется всего 6 лет, но на самом деле это время можно смело увеличить на 1-2 года. Именно столько он провел в том сером пространстве. У тебя же есть чип эволюции? Внезапно спросила Венди. Луин не стал ей лгать? Да. Девушка удивилась. То есть у тебя чип 6 класса? Да. Венди была в шоке. Даже у первой десятки мастеров рейтинга Звездного Неба нет обладателя такого чипа. Когда ты достигнешь сферы ловца, то будешь намного сильнее многих. Луин озадаченно посмотрел на Венди. От сферы познания и по сферу ловца самое большое преимущество мастер получает не в росте силы, а в повышении потенциала, но если у тебя есть чип эволюции, то это уже другой разговор. В тот момент, когда ты достигнешь ловца, должны произойти значительные изменения. А что насчет тебя? У тебя есть чип эволюции? Девушка покачала головой. Белый рыцарь однажды сказал, что подарит мне один, но внутренняя и внешняя вселенные разделились, так что шансов у меня нет. Луин нахмурился. У тебя столь хорошие отношения с этим человеком? Венди посмотрела на него двусмысленно. Тебе он так интересен? Возможно, это все-таки судья. Ты помнишь о том, что я сказала перед тем, как отправиться в святой маяк? Юноша почесал затылок, пытаясь вспомнить ее слова. Я сказала, что если мы выживем, то я выйду за тебя замуж. Сердце парня вздрогнуло. Он поднял взгляд на красавицу с холодным темпераментом и про себя почти согласился на ее предложение. Однако у тебя уже есть тот, кто тебе нравится, а меня это не устраивает. С этими словами, девушка развернулась и исчезла в своем особняке. Луин долго стоял в оцепенении, задаваясь вопросом. Меня только что отшили? Седьмой брат, умеешь же ты терять женщин на каждом ходу? Ухмыльнулся Гуихау. Юноша проворчал. Они не были моими, чтобы я мог их потерять. Не отмазывайся, такие женщины нужны каждому мужчине, но ты им не нужен, ха-ха. Луиня это взбесило, и он решительно запечатал его. Вернувшись в особняк Цзышан, Луинь вдруг кое-что вспомнил. Когда пистолет развалился, из него выпала шкура животного. Он сразу же достал ее из своего кольца. Рассмотрев предмет, он понял, что это не кожа, а материал, похожий на бумагу. На нем было несколько иероглифов, но он не знал, что это за язык, поэтому ему пришлось обратно распечатать Гуихау. Посмотри, может поймешь, что тут написано. Это должно быть древний текст, написанный сто тысяч лет назад и относящийся к периоду эволюции. Все тексты того периода очень сложны и обычным людям его ни за что не понять. Ты можешь это прочитать? Могу изучить, но прямо сейчас я могу прочитать только несколько, и мне кажется тут написано какое-то имя или название, сказал Гуихау. Затем Звездный Зверь еще несколько раз прошелся глазами по тексту и сказал, Вэнь Чжаачен, Цаны. И какой в этом смысл? Я не знаю, но похоже на имена. Луинь убрал бумагу. Вэнь Чжаачен, возможно, из семьи Вэнь, но Цаны он не знал откуда, однако почему именно этих людей находились в этом пистолете? Юноша не стал забивать себе голову неизвестным. Во Вселенной слишком много вещей, которые трудно объяснить. Этот пистолет был получен в безымянном звездном регионе. Может им ранее владел кто-то из этих двух человек и погиб там, а после пистолет нашли и продали. Нашего героя больше интересовал свой дар небес. Каждый бросок кубика – это шанс стать сильнее, что Луинь ожидал с большим нетерпением. Активировав дар, тот быстро остановился на четверке. Парень был вне себя от радости. Окружающее пространство перед ним резко изменилось, и он появился в сером пространстве, где время шло намного быстрее, чем во внешнем мире. Затем он бросил 10 эссенций в таймер, тем самым продлив время действия способности. После чего юноша разложил несколько сотен эссенций вокруг себя, активировал технику звезды и начал поглощать энергию. С его сумасшедшей скоростью поглощения он должен прогрессировать быстро, но только в случае, если ему не нужно большого количества звездной энергии, иначе время прохождения одного цикла у него будет большим. Поглощать энергию было скучно, но Луинь ощущал, как каждая клеточка его тела постепенно наполнялась энергией. Только когда он полностью их заполнит, можно считать, что цикл пройден. У обычных культиваторов один цикл занимал самые большие 10 лет, но у гениев, что владели техниками, подобно его, цикл мог сократиться до года или двух. Луинь считал, что с его скоростью один цикл мог занять самый больший год, но скорее всего полгода. Однако через 10 дней он понял, что ему необходимо в 10, нет, в сотню раз больше звездной энергии, чем обычному мастеру. Глава 599. Почему же так много? Он постоянно задавался этим вопросом, еще когда пытался достичь слияния и грани. В каждой сфере его объемы звездной энергии были в разы больше, чем у обычных людей. В таком случае даже имея высокую скорость поглощения энергии, у него уйдет куча времени на прохождение одного цикла. Раз в 10 лет, да в лучшем случае раз в 100 лет, лицо Луиня побледнело. Хотя чем больше звездной энергии мог содержать в себе мастер, тем выше мощь и потенциал, но пока он проходит один цикл, другие 10 и в таком случае у него не будет никакого преимущества. А что будет, когда он достигнет сферы перемен? Время удвоится? Ему что, на один цикл придется потратить тысячу лет? Он не боялся сражаться со временем, но все это звучало как самая большая шутка. Даже с техникой звезды ему потребуется сотня лет на прохождение одного цикла в сфере познания. Что не так с его телом? В этот момент он захотел получить полноценную технику звезды, поскольку то, чем он сейчас владел, можно было считать лишь первой частью. Возможно, будь у него полноценная техника, то его скорость поглощения энергии увеличилась в 100 крат. Вот только жаль, что желание так им и останется. Посмотрев на свои руки и вздохнув, Луинь заинтересовался, сталкивались ли 10 судей с такой же проблемой. В этот момент он подумал о мастере Му, но быстро понял, что из-за разделения человеческого региона, даже такой сильный мастер вряд ли сможет прийти к нему. Но он не должен сдаваться, ему необходимо найти способ повысить скорость поглощения энергии, иначе это конец. Луинь глубоко вздохнул, подавив внутреннее отчаяние, и продолжил использовать кубик. Выпала единица, что дала ему бесполезный хлам, поэтому он продолжил поглощать звездную энергию. Через 10 дней он вновь использовал кубик. Двойка, тоже бесполезная. Спустя еще 10 дней, кубик, наконец, выдал ему тройку. Луинь был вне себя от радости, достал последнюю металлическую молнию и бросил на улучшитель сразу 20 тысяч звездных эссенций, улучшив ее на достаточно высокий уровень, при котором мог убить любого просвещенного. Убрав молнию, Луинь подумал еще об одном предмете, который хотел улучшить – копье. Получил он его в чреве древней скалопендры. Внутри копья содержалась сильная духовная атака, которой можно было убить мастера сферы познания. Юноша хотел улучшить его, чтобы можно с ее помощью можно было легко прикончить просвещенного. Положив копье на нижнюю золотую пластину, Луинь бросил в улучшитель 10 эссенций. Этой суммы хватило усилить металлическую молнию до уровня равной 150 тысячам единиц боевой силы. Однако в случае с копьем, верхняя пластина лишь немного опустилась. Видимо стоимость улучшения этого древнего предмета была куда дороже. Хотя в этом не было ничего удивительного, ведь в копье заключен боевой духовный навык и по идее использовать его можно было много раз. Подумав немного, Луинь бросил 400 эссенций, что хватило на одну полную модернизацию. Взяв копье в руки, он почувствовал внутреннее духовное давление, но он мог его выдержать. На вторую модернизацию ушло почти 800 эссенций, а на третьей полторы тысячи. Четвертая потребовала 3000, пятая — шесть. Затем шестой повысилась сразу до 14, после чего держа копье в руке, Луинь ощущал опасность. Когда копье было улучшено семь раз, он потратил 27 тысяч. В этот момент он окончательно понял, что улучшать это оружие было намного дороже, чем пистолет. Но продолжать он уже не мог, поскольку ощущал искажение перед глазами, когда держал в руках копье. Это была иллюзия, вызванная духовным давлением оружия. Он больше не мог улучшать его, так как сам не сможет выдержать подобную силу. Убрав копье, юноша вздохнул. Только что он осмотрел копье на количество рун, оно превосходило то число, что было у Ханьфоя, но он не знал, насколько эффективной будет духовная атака против просвещенного. У него осталось еще 110 тысяч эссенций, но улучшать что-то, что он уже улучшал, не хотел. Кстати, можно ли модернизировать складный космический корабль? Луин подумал об этом и решил попробовать, но быстро отказался от этой идеи, поскольку это было нецелесообразно, проще купить корабль и сторговаться, чем отдавать кучу денег в улучшитель. Луин хотел бы улучшить звездную линейку, но это тоже было бессмысленно. Ее можно было применить только три раза, а это значит, что у него осталось лишь одно применение. Подумав немного, парень решил улучшить 9 небесных крыльев. Его скорость в открытом космосе была невелика, а этот сосуд силы мог исправить этот недостаток, особенно если будет улучшен. Положив сложенные крылья, он потратил 20 тысяч, улучшив их один раз. Теперь количество рун внутри него было сравнимо с потоком рун Кадгара. Другими словами, этот артефакт теперь имеет скорость ловца на пике силы и может создавать щит, что по идее должен выдержать удар просвещенного. На этом Луин решил закончить с модернизацией предметов, все равно на данный момент в окружающих секторах нет ни одного такого мастера, а оставшиеся эссенции лучше оставить для культивации. Когда-то он радовался украденным 10 тысячам эссенции у пиратов черной бороды, а теперь выбрасывал на улучшение столько денег, что прошлый Луин скорее всего бы потерял дар речи. Да и сейчас у него от этого подергивался глаз, ведь, по сути, то сколько он тратил не было даже у просвещенных. Взять, например, Кадгара, у него было всего несколько десятков тысяч, а у старейшины у еще меньше. Но удивляться этому было глупо. У него была одна истина, которой он продолжал придерживаться. Чем больше у него денег, тем он сильнее, а чем сильнее, тем богаче. Вот такой вот круговорот. Черт, чуть не забыл. Я же должен люфусью 30 тысяч, вспомнил Луинь. Хотя женщине скорее всего эти деньги были не нужны, но он не собирался пользоваться ее добротой так нагло. Он и так ей был благодарен, что она дала ему в долг в такое-то время. Как только он вспомнил об этой красавице, она появилась возле его дворца. Поскольку его поле стало намного больше, он мог ощущать присутствие любого человека в диапазоне огромного дворца Цзышан. Нынешним охранником дворца Цзышан был Кей, единственный выживший член клана Э, которого не убили. Луиню нравился его дар небес, но он все же беспокоился, что тот может что-то выкинуть, поэтому назначил его охранником своего дворца, где парень будет находиться под присмотром. Мастер Кей, пожалуйста, сообщите регенту, что я пришла к нему, сказала госпожа Налан. Кей указал ей рукой на вход. Он ожидает вас. Женщина кивнула и медленно вошла во дворец. Некоторые результаты сражений в секторе окровавленного железа распространились, их невозможно было скрыть. Ходили слухи, что Луиню бил нескольких просвещенных звездных зверей и помог в обороне крепости. Многие сомневались, было ли это правда или нет, но в любом случае его имя в последнее время было у всех на слуху. Госпожа Налан была хорошо осведомлена о достижениях парня в войне и ныне, его можно было считать лучшим мастером в восточной части внешней вселенной. Она всегда восхищалась им и, хотя узнала, что юноша был осужден советом десяти приговоров, к которому сам, видимо, затаил глубокую ненависть. Лю Фуси по-прежнему была склонна поддерживать его, а после того, как услышала о его успехах, стала тверже в этом убеждена. Все и везде уважают сильных. Какой бы богатой ни была ее семья, деньги не помогут против сильных мастеров. Она была готова сделать все возможное, чтобы сохранить с ним хорошие отношения, что в будущем воздадутся ей с лихвой. В гостиной дворца Цзэшан Луинь сидел, ожидая женщину. Вскоре она пришла с привычной очаровательной улыбкой. «Поздравляю, ваше высочество, с триумфальным возвращением!» «Присаживайся!» Юноша предложил ей сесть на диван, после чего посмотрел на нее с изумлением. Эта женщина каждый раз вызывала у него новые чувства и сильно привлекала его, но ему пришлось быстро усмирить себя. «Ты очень вовремя пришла, я уже сам собирался к тебе!» Женщина кокетливо рассмеялась и спросила. «Ваше высочество скучали по мне?» Луинь смущенно потер нос и поспешно протянул ей пространственное кольцо. «Внутри 30 тысяч, я возвращаю долг!» Люфуси взяла кольцо, резко изменилась в лице, встала и холодно сказала. «Поскольку вы больше не хотите принимать семью на лан, мы больше не будем вас смущать. Спасибо за оказанную помощь!» После этих слов она развернулась и собралась уйти. Парень был поражен и не понимал, что происходит, что случилось. Женщина развернулась и уставилась на него. «Я считаю тебя другом, а ты или ты воспринимаешь мою помощь как что-то деловое, будто мы торговец и покупатель?» «Конечно, нет!» Люфуси продолжила говорить. «Когда ты отправлялся в сектор окровавленного железа, я кроме денег ничем не могла помочь, но теперь ты отказываешься от моей помощи, как это понимать?» Луинь замер, уставившись на женщину, затем неловко улыбнулся и протянул руку. «Спасибо за твою помощь!» Глава 600 Госпожа Налан вновь улыбнулась и вручила ему кольцо. Когда они соприкоснулись ладонями, парень на несколько мгновений почувствовал себя взволнованным. Ее руки были очень мягкими и приятными на ощупь. Только сейчас он заметил, что у нее были красивые ладони, тонкие пальчики без единого шрама, совсем как белый нефрит. «Ты пришла ко мне, чтобы проверить все ли руки и ноги на месте?» Подшутил Луинь, насильно меняя тему разговора. Женщина села на свое место и сказала. «Я слышала о тебе многое, ты становишься все более известным во внешней вселенной». Луинь пожал плечами. «Это лишь слухи. Многие люди жаждут славы, и ты ее уже добился. Но не суть дела, пришла я к тебе ради обсуждения сотрудничества семьи Налан и империи Дэу. Глаза парня загорелись заинтересованностью. Это хорошая новость. Семья Налан – одна из богатейших во внешней вселенной. С их помощью его империя будет расцветать. И как же ты хочешь сотрудничать во всех сферах? От сельского хозяйства до военной промышленности. Ты серьезно?» «Абсолютно». Через час Люфусия ушла. Луинь смотрел ей в спину, погрузившись в свои мысли. Семья Налан хочет сотрудничать с его империей, хотя во внешней вселенной были более подходящие варианты. Ранее он думал, что, когда она попросила убежища и упоминала об экономическом сотрудничестве, все сведется к небольшой поддержке, но в итоге все вылилось во всестороннее сотрудничество. Семья Налан собиралась вложить огромные деньги в развитие империи. Кажется, пора ему увеличить силу империи, иначе после такой помощи семья Налан будет иметь слишком много давления и может даже повлиять на страну, а этого он никак не мог допустить. Подумав об этом, Луинь вызвал министра финансов в пиле. Семья Налан хочет вложить большие деньги в империю? Мужчина был приятно удивлен. Парень кивнул. «Ты будешь руководить этим, так что можешь связаться с семьей Налан и детально все обсудить. Понял, это очень хорошая новость. С их помощью наша экономика быстро восстановится». Луинь посмотрел на него. «Я хочу не восстановления, а роста. Есть еще кое-что». Юноша более пристально посмотрел на него. «Пока мы сотрудничаем, постарайся связаться с другими секторами по их каналам и размести там наших людей. Можешь обсудить это более детально с капитаном Машу, он у нас занимается подобным. Да, ваше высочество». После парень достал кольцо и передал мужчине. «Вот это лично мое вложение в развитие империи, посмотри, сколько все это стоит». «Пили был шокирован тем, что внутри кольца находилось около 300 тонн сущности корня созвездия. Ваше высочество, тут слишком много, все это нужно взвесить и рассчитать по рыночной цене. Там 300 тонн сущности корня созвездия, это примерно 50 тысяч звездных эссенций. Я вложу эти деньги в империю, но в будущем страна будет обязана мне их вернуть. Хорошо, я сделаю заметку. Цена на многие предметы каждый день меняется, таков рынок, но Пили не заботила то, что Юноша округлил сумму. Во всяком случае он был тут главным». Луинь передал всю сущность корня созвездия, надеясь, что это пойдет на создание снаряжения для 13 спецотрядов и военные корабли. Заодно в будущем получит большую сумму денег. После Пили ушел, намереваясь как можно быстрее доставить сущность корня созвездия Горриму. Через несколько дней Луинь сел возле трона и начал обычное еженедельное собрание. Все прошлое время, пока он отсутствовал, собрание проводил кабинет министров. Хуаньша и Ния присутствовали в зале. Хотя они стояли в конце и пока ничего не решали, все прекрасно понимали, что в будущем их должности превзойдут кабинет министров. Из-за смерти патриарха семьи Мэй в семье началась междоусобица. После обсуждения этой проблемы кабинетом министров было принято решение подавить семью, поскольку она создает нестабильность в секторе. Войной в секторе окровавленного железа воспользовались многие фармацевтические компании, что необоснованно стали завышать цены, из-за чего компании Клевер пришлось продать свой филиал. Обсудив, мы решили наказать всех, кто решил поступить столь коварным образом. Банк Звездного Неба объявил о банкротстве, империи придется взять на себя все долговые обязательства, что по оценкам принесет убытки нашей экономике. Министры докладывали о нынешних проблемах целый час. Слишком много всего произошло за эти несколько месяцев и даже после прошлого собрания осталось еще много нерешенных дел. Луинь спокойно слушал и поражался тем, насколько все было хаотичным и главной причиной этих проблем – деньги. Будь у империи деньги, то они смогли бы снизить цены на лекарства, успокоить людей и предоставить многим работу. Неожиданное предложение Люфусе было крайне своевременным. «Ваше высочество, я закончил отчет», – уважительно сказал Пиро. Луинь оглядел министров и придворных, затем задумался. Все тихо ждали. Через некоторое время он сказал. После войны на границе ко мне пришла мысль, что если бы мы могли объединить восточные сектора в одно целое, то с такой силой было бы куда проще решать глобальные проблемы. Что думаете? Министры посмотрели на него с недоумением, никто не понял, что именно хотел этим сказать парень. И неудивленно посмотрела на Луиня. У него были большие амбиции. Во внешней вселенной было 72 сектора, но все они были разрознены. Самые крупные силы управляли максимум двумя секторами. Увидев глупые лица людей, юноша рассмеялся. Ладно, это просто шутка, можете расходиться. Министры уважительно поклонились и медленно покинули зал. Иня не ушла, дождавшись, когда все покинут зал, она подошла к парню. Ваше высочество. Луинь посмотрел на нее. В чем дело? Ваши последние слова, вы серьезно думали об этом? Возможно, а у тебя есть какие-нибудь предложения? Вообще-то главнокомандующий также размышлял об этом. Он хотел объединить 72 сектора в одну силу и использовать ее, чтобы атаковать рубеж варваров, тем самым отвлечь часть сил империи небесного демона, позволив внутренней вселенной совершить удар. Главнокомандующий однажды сказал, что разрозненная внешняя вселенная не страшна, но если она станет едина, то эта сила может стать устрашающей. Именно поэтому звездные звери не укрепляли рубеж варваров, поскольку опасались, что своими действиями подтолкнут внешний регион объединиться. Луинь заинтересовался. Кажется, многие мои идеи совпадают с идеями старшего шуя. Вот только большая часть его предложений была отвергнута внутренней вселенной и залом славы. Времена изменились, теперь два региона разделены. Пока старейший ножоху они вмешиваются, я могу использовать имя зала совы и действовать свободнее, сказал Луинь с сияющими глазами. Буквально вчера ему прислали новый личный терминал, где была особая функция связи с залом славы. Глаза девушки тоже загорелись волнением, что подметил парень, ведь с момента присоединения к империи Деу, она никогда не была такой взволнованной. Я готова помочь вам осуществить объединение внешней вселенной. Луинь рассмеялся. Объединить внешнюю вселенную? Ты слишком высоко берешь, я пока планировал заняться объединением восточной части. Кстати, раз старший шуй уже обдумывал это, то каким образом он планировал осуществить объединение? Альянс. Это хороший вариант, ступай, распланируй все и покажи мне наброски, как это можно сделать. Есть. Шуй Чуанься самый знаменитый главнокомандующий в истории человечества. Раз мужчина размышлял о том, что пришло ему в голову, значит он идет в правильном направлении. Хотя он хотел объединить всю внешнюю вселенную, но сперва можно начать с малого. Если бы он хотел объединить все 72 сектора, то даже без просвещенных, ему не удалось бы этого сделать из-за огромных размеров внешней вселенной. Только когда он достигнет силы мастерому, что позволит ему в мгновение ока пересекать половину вселенной, можно будет говорить о подобном. Дни снова стали спокойными. В один из дней во дворец Зышан промелькнула фигура и даже Кей не заметил ее. Этой прокравшейся фигурой была девушка в очках. Девушка подошла к гостевому залу, где спокойно села на диван и стала ждать. Через некоторое время появился Луинь. Глава 601. Старший брат Лу, я рада тебя видеть. В гости к Луиню заглянула девушка-убийца со звезды Агата, что представилась как мистик. Не ожидал, что ты придешь, юноша уже успел забыть о ней. Мистик улыбнулась. Братик, ты забыл? Ты дал мне три месяца. Я пробыла здесь уже месяц, ожидая тебя и сильно беспокоилась. Луинь сел и посмотрел на нее. Ты совершила прорыв? Благодаря тому яду моя сила значительно увеличилась. Юноша осмотрел ее глазами, наполненными звездной энергией. Количество рун у нее было почти таким же, как у Джоу Байе, что постигла технику рассвета и сравнилась по силе с Джан Луном. Мистик, мастер внешней вселенной и подобные достижения были невероятными. Видимо ее дар небес действительно был что-то с чем-то. По сути, она могла поглощать яды и бесконечно улучшать себя, ей больше ничего не нужно. Не называй меня так, обращайся подобающе, сказал юноша, что совсем не привык, когда к нему обращались всякими там братиками. Мистик улыбнулась, сделала небольшую паузу, окинув его взглядом, после чего сказала. Мой господин, не могли бы вы дать мне немного яда? Я голодна. В руке Луиня появилась бутылка с ядом, но он убрал ее, огорчив этим девушку. Ты тогда такую же одним залпом выпила, но еще мне не заплатила. Так вы скажите кого убить, я быстро с ним разберусь. У меня пока нет никаких целей, ответил юноша, что теперь особо не нуждался в услугах девушки. Ранее он хотел использовать ее, чтобы справиться с сушеным, но теперь тот надолго застрял в секторе окровавленного железа, к тому же потратил кровавый отпечаток, поэтому уже не представлял для него опасности. Девушка как убийца была очень внимательна и быстро заметила слабую заинтересованность Луиня в ее помощи, но никак не могла потерять такого покровителя, поскольку ей нужно было как-то реализовать свои цели, а для этого нужно стать сильнее. Кроме того, перед ней находился тот, кого боится даже великий старейшина Ушин, разве она могла вот так просто отпустить его? Ваше высочество, на этот раз я приготовила вам подарок. О, неужели человеческая голова? Предположил парень. Мистик достала кусок металла и передала его парню, тот увидел на нем небольшой текст. Старейшина Чен Яни с секты Хаоса убил Мэн Гуана, старшего сына Мэн Тянь Луна 12 лет назад и забрал у него письмена навыка ладони опустошения, после чего тайно практиковал его. На металлическом листе была записана информация о преступлении Чен Яня и способ, каким образом он скрыл правду. Чен Янь один из старейшин изначальной пустоты, он владеет большой властью. Мэн Гуан, старший сын Мэн Тянь Луна, главы секты Хаоса, а также старший брат вашего сокурсника Мэн Юэ. Зачем ты дала мне это? Может быть вам это будет полезно? Звезда Агата, крупная организация убийц и ее услугами пользуются многие окружающие сектора, поэтому у нас хранится куча секретов. Взгляд Луиня стал более оживленным, он посмотрел на металлический лист и вдруг понял, что девушка могла достать ему какую-то важную информацию. А есть что-нибудь связанное с империей Деу? Да, но не так много, это не связано с вами и, по сути, бесполезно. Если ты сможешь предоставить мне всю информацию, которой владеет звезда Агата, то я дам тебе то, что ты хочешь. Мистик была счастлива. Спасибо, ваше высочество, я хочу яд. Сначала информация. Тогда у нас проблемы, хотя великого старейшины нет. За всей информацией следит мистик сферы ловца, а поскольку все записи хранятся на таких вот стальных пластинах, то ни скачать, ни сфотографировать такое огромное количество я не могу. Тогда что тебе нужно? Выманите мистиков сферы познания, перемены ловца, тогда я смогу забрать информацию, иначе по-другому никак. Услышав ее, юноша просто слабо улыбнулся. Увидев его взгляд, она смущенно опустила голову. И как мне их выманить? Ну можно попросить кого-то убить. Тогда пусть это будет председатель парламента звезды Орхидеи первой звездной системы сектора Синей Волны, сказал Луинь. Поняла, тогда они прибудут туда через восемь дней. Хорошо, я буду ждать их там. Спасибо, ваше высочество. Девушка считала, что парень хотел помочь ей избавиться от трех самых проблемных фигур в звезде Агата, так как без них и великого старейшины больше никто не сможет помешать ей делать то, что она хочет. Хотя вернее будет сказать, что она сможет выполнять задания, которые нужны ему без внешних помех. Луинь видел радость в ее глазах, но не стал ничего говорить, пусть думает то, что пришло ей на ум, его все равно это мало заботило. Эта девушка рискнула воспользоваться его рукой, чтобы занять выгодную для себя позицию. Она очень смела, но ему это тоже было выгодно, ведь в таком случае под его присмотром будет одна из крупных организаций внешней вселенной. Что касается председателя Сархиды, то он был сторонником семьи Юишан и неоднократно просила встречи с Венди. Кроме того, ему передали, что он замешан в планируемом восстании, так что его не жалко будет убить ради благого дела. Девушка ушла, планируя вернуться на звезду Агата, в то время как трое мистиков получили заказ и отправились в сектор Синей Волны. Орхидея находилась на краю первой звездной системы, и до бессмертной обители была достаточно далеко. Луинь выбрал эту звезду из расчета на то, что убийцы могли побояться что-то сделать, если бы их цель располагалась близко к столице. Эта звезда была технологически развита и управлялась парламентской системой. Множество техники в империю Дэу поступало именно оттуда, поэтому Орхидея считалась экономическим центром первой звездной системы и именно из-за этого председатель парламента имел уверенность подойти к Венди. Луинь прибыл на Орхидею заранее и ему пришлось признать, что звезда была очень красивой. Здание парламента было самым высоким, поэтому увидеть его можно было издалека. В одном из кабинетов на верхнем этаже здания, председатель Ларкина беспокойно смотрел на большой экран. После войны в секторе окровавленного железа, он отправился на бессмертную обитель в поисках пятой принцессы, желая убедить ее забрать власть империи, но так и не смог встретиться с ней. Изначально все думали, что она находится под домашним арестом, но раз она смогла отправиться в сектор окровавленного железа и вернуться, то видимо ее никто не удерживал. Тогда получается она просто их игнорировала? Люди приближенные к роду Юйшан чувствовали, что их предали. Многие из-за этого начали сами обдумывать варианты, как им прогнать Луиня. При дворце у них были свои люди и так как юноша пока не укрепил свою власть, у них был шанс осуществить восстание. Если им удастся закончить все приготовления, то при помощи одной трети подконтрольной им армии они свергнут его и посадят на трон пятую принцессу, как марионетку. Единственная проблема заключается в том, что сила Луиня слишком велика и тот факт, что ему даже просвещенные были ни по чем, всех настораживало. Ларкин на последнем тайном собрании предложил найти помощников сферы ловца. Он не верил, что юноша сможет справиться с большой группой и убить столь высокого уровня. Кроме того, по слухам, он израсходовал все свои мощнейшие артефакты, так что это был их шанс. Глаза Ларкина загорелись надеждой и в голове мысли постепенно обретали желанную ему форму. В этот момент его личный терминал издал легкий звон. Прочитав сообщение, ему показалось, что это странно. Зачем отдел ПУ, созданный Луиним, приказал мне отправиться на пятую планету гравитации? Но даже если он не понимал причин, пока что ему приходилось следовать чужим приказам. Вскоре после этого мужчина направился на пятую планету гравитации, что находилось неподалеку от Орхидеи. «Налейте мне воды», — раздраженно сказал Ларкин. Солдат на корабле быстро налил ему стакан воды. Мужчин выпил все залпом, выдохнул и посмотрел в окно. Внезапно он увидел белый свет и резко замер. Он не был обычным человеком, наоборот достаточно талантливым и даже окончил обучение в зале пространства. Ларкин сразу понял, что это за свет. Вспышка исходила от кинжала, но ее остановила рука солдата, что принес ему воду. «Неплохо для убийцы звезды Агата, смог подкрасться ко мне так незаметно», — сказал солдат, что поднял голову и позволил Ларкину увидеть знакомое лицо. Луинь. Один конец кинжала был в руке Луиня, а другой в руках фигуры, закутанной в белую ткань. Убийца выпустил кинжал и бросился бежать, но от нашего героя уже было не скрыться. Фигура юноши замерцала и резко переместилась к убийце, после чего он схватил ее за плечо и с ухмылкой сказал «Слишком медленно». После этих слов он ударил человека в спину, сломав тому позвоночник. Глава 602. Этот убийца был в сфере познания и даже если он был мистиком, в лучшем случае сравним с каким-нибудь элитным мастером внутренней вселенной, а всех подобных он уже давно превзошел. Позади появилась еще одна фигура, что нацелилась не на Луиня, а на Ларкина. У убийц звезды Агата существовало железное правило, гласившее, что даже если убийца попал в ловушку, он обязан завершить миссию или же умереть. Наш герой поспешно высвободил поле, сотрясая окружающее пространство и отбрасывая фигуру, что пыталась убить мужчину, а затем взмахнул рукой и прямо в середине зала, где они сейчас находились, появилось огромное дерево, точно такое же, когда Луинь совершал прорыв. Высокое дерево, защищающее Ларкина оказалось новой аурой юноши. Узнал он об этом недавно, когда попытался проверить максимальную силу своего поля. Он не знал причину такого изменения, но считал, что это было бонусом к прорыву в сферу познания. Кроме того, по мнению Луиня, его аура ничем не уступала мужуну, а может даже была сильнее. Столкнувшись с аурой юноши, убийца хотел предпринять контратаку, но было слишком поздно. Юноша еще слишком плохо управлял своим полем, поэтому невольно приложил чуть больше силы, после чего ветви дерева моментально разорвали пространство и вонзились в тело убийцы сферы перемен. Ларкин смотрел на происходящее с побледневшим лицом и не понимал, что происходит. «Председатель, не волнуйтесь, я защищу вас», — улыбнулся юноша. Увидев его улыбку, мужчина испугался еще больше. Он не был глуп, да никто бы сейчас не подумал, что парень защищал его намеренно. Вероятно, эти убийцы были связаны с ним и скорее всего он их нанял, однако Ларкин не понимал, зачем парень его защищал. Внезапно космический корабль затрещал по швам и раскололся. Раздался мощный взрыв, но дым и пламя моментально были сметены удушающим давлением, что лишило Ларкина сознания. Луи незначально думал, что мистик сферы ловца будет действовать, как подобает убийце, но тот неожиданно напал в лоб. В следующий момент темный ледяной свет пронзил пустоту, оставляя позади трещины, однако этот удар был направлен уже не на Ларкина, а на юношу. Парень не носил космической брони. Старейший ножохуа был прав, ему не следует полагаться на внешние предметы, лишь в исключительных ситуациях. Скорость кинжала была безумно высокая и быстро оказалась прямо перед телом юноши. Взмахом руки Луи не активировал секретную технику, в результате чего кинжал исчез из рук убийцы. После юноша окутал себя боевым духом седьмого ранга и яростно ударил приблизившегося противника. Однако противник оказался подкован и быстро среагировал, в его уже пустых руках расцвел белый лотос. Наш герой нахмурился, догадываясь, что это боевой навык, поэтому поспешно освободил из своего тела три сгустка песка судьбы. По пространству раздался новый грохот, когда обе стороны столкнулись друг с другом и Луиня отбросила назад. Белая мантия убийцы больше не скрывала его, обнажая лицо человека. Юноше пришлось признать, что хотя убийца сферы ловца не был так хорош, как Адун или Кунши, но его мастерство и сила были на высоте. В конце концов, сфера ловца была на два уровня выше познания, но Луинь не боялся и был уверен, что справится. Ожидая новую атаку, юноша встал в стойку, но тот неожиданно отказался с ним сражаться и помчался на Ларкина. Председатель был потрясен и напуган. В этот момент возвышающееся дерево, что изначально защищало Ларкина, отбросило мужчину далеко в сторону. Убийца был ошеломлен и недоумевал, что это за странное дерево. В следующий момент бесчисленные ветви потянулись к ловцу, что попытался отбросить их своим кинжалом. Почти в то же время перед ним предстал Луинь, окутанный синим боевым духом. Хотя убийца находился под давлением поля нашего героя, но его навыки позволили ему нанести контрудар. Кинжал, прорезая пустоту, превратился в белый лотос, который содержал мощное убийственное намерение. Юноша вновь применил секретную технику, отклонив боевой навык противника в сторону. Ловец принял решение отступить, но поле парня резко усилило давление, что лишило человека мобильности. Ладонь юноши наконец оказалась прямо перед противником, но загнанный в угол убийца резко выпустил всю свою звездную энергию, образуя барьер. Исходящее гнетущее давление от такого количества энергии сдавило грудь Луиню, что совсем не ожидал такого, ведь раньше от подобного его защищала космическая броня. По сути, если бы не доспехи, то любой просвещенный мог сковать его своей звездной энергией и он ничего бы не смог сделать. Подавление противника своей энергией являлось примитивной, но действенной атакой, которую обычно использовали, чтобы запугать, но перед лицом младшего, старший мог использовать ее как полноценное оружие. Ладонь Луиня была остановлена барьером, но его удар содержал мощное наложение силы, что волнами проникло через барьер и потрясло внутренние органы убийцы. Луинь отдернул ладонь и резко указал на противника пальцем, что вызвал в его сердце неистовый гнев. Глаза парня сощурились, его сознание погрузилось в прострацию, где он увидел нефритовый палец, при этом тело действуя на рефлексах ударило указательным пальцем вперед, пронзая барьер убийцы, а после плечо. Но энергия удара на этом не затихла, продолжая распространяться за человеком и разрывать пустоту. В следующее мгновение Луинь пришел в сознание, ощущая сильную боль, исходящую от указательного пальца, что все еще был вонзен в плечо мастера сферы ловца. Парень поспешно оттянул руку и заложил за спину, чтобы не навредить себе еще больше. Убийцу вырвало кровью. Палец не только пронзил его плечо, но также разрушил половину меридиан, лишив его возможности контролировать свое тело. Луинь смотрел на него сверху вниз, пока тот не столкнулся с плывущим в невесомости обломком корабля. Человек также смотрел на него, ощущая ужас. Как убийца, он давно отбросил чувство страха, но та гнетущая сила пальца была такой страшной, что ему показалось, будто он стоит перед великим старейшиной. Что это за сила такая? Палец Луиня сильно болел, теперь ему вновь придется восстанавливать его несколько дней. Сейчас он и сам поражался этой ужасающей силе, которую не могло выдержать его физическое тело. Хотя он использовал этот прием уже два раза, но смог лишь понять, что навык был куда мощнее той же секретной техники. Вдалеке опешивший Ларкину ставился на Луиня. Он был напуган и поражен тем, что тот фактически победил сильного мастера сферы ловца, при этом не используя никаких внешних предметов. Получается все те слухи были необоснованными и даже без артефактов, сила парня была чудовищной. Луинь медленно приземлился на обломок, спокойно смотря на человека. Количество рун в нем сильно уменьшилось, но юноша оставался на стороже, ведь кто знает какой туз в рукаве мог припрятать убийца. «Ты со звезды Агата?» – спросил юноша. Мужчина, терпя боль, постарался сесть и спокойно взглянул на юношу. Он не испытывал к нему обиды или каких-либо других эмоций, потому что у убийцы их просто нет. «Зачем вы решили убить Ларкина?» – спросил юноша, делая вид, что ничего не знает. «Прощай!» – хриплым голосом сказал человек, затем странно ухмыльнулся и резко исчез, оставив после себя металлическую пластину. Луинь был удивлен, он что использовал дар небес? Юноша поспешно оглянулся и очень быстро обнаружил поток рун, уходивших на юго-восток. Достав складный космический корабль, парень быстро запрыгнул в него и помчался в погоню. Вдалеке убийца прикрыл открытую рану в плече, откуда сочилась кровь, после чего попытался достать лекарство. Но через несколько секунд он резко повернул голову и увидел приближающийся корабль, где через иллюминатор виднелся угрожающий взгляд Луиня. Убийца был в ужасе. Он не понимал, как этот парень узнал, куда он убежал. Мужчина попытался снова убежать, но юноша очень быстро нагнал его и ударил со всей силы. Ловца вырвала кровью, все тело пробрала сильная дрожь, после чего его вновь сковало мощное давление, из-за которого он ничего уже не мог сделать. Луинь приблизился к нему и холодно взглянул. «У тебя хороший дар, будь это кто-то другой, то ты бы смог уйти». Глава 603. Убийца закрыл глаза. «Убивай, если хочешь. Как тебя зовут?» Спросил Луинь. «У меня нет имени. Зачем убивать Ларкина?» «Он – цель миссии. А тебе не показалось странным, что вам троим поручили выполнить одно задание?» Спросил Луинь, что прекрасно все знал, но недоумевал, почему убийцы даже не задумались об этом. Потому что другие убийцы не знают, кто какое задание получает. Первым, кто отправился сюда, был мистик сферы познания, затем переменой уже третий, я. Раз задание было принято, то мы уже не можем отступить, даже если догадывались, что это ловушка. Таково железное правило звезды Агата. Тот, кто знал убийц лучше других, сам был убийцей. Талисица подстроила все очень умно, послав их сюда в разное время, поэтому только оказавшись здесь, они осознали, что это ловушка. Посмотрев на убийцу, Луинь подумал, убить его или нет. Жаль убивать сильного ловца, который также владел полем, а также уникальным даром небес, но если оставить его в живых, то использовать его он вряд ли сможет. Пока что у него не было столь подавляющей силы, что могла подчинить кого угодно. Даже та девушка привязалась к нему только потому, что ей нужен был яд. «А сколько стоит нанять убийцу у вас?» Спросил Луинь. Мужчина низким тоном ответил. «Убийцу сферы ловца можно купить за 1 миллион звездных кристаллов, но это только самого слабого. А тебя?» Полюбопытствовал Луинь. Стартовая цена – 3 миллиона, но цена может повыситься от сложности задания. А что, если задание будет долгосрочным? Мистик сферы ловца был ошеломлен. Долгосрочным? Такого не бывает. Луинь некоторое время думал и вдруг выдал. «Я найму тебя, будешь убивать всех, кто хочет убить меня, это и будет долгосрочным заданием». Мужчина в растерянности посмотрел на него. Такого еще никогда с ним не было, но, с другой стороны, это не шло против правил. Однако за бесплатно работать он тоже не будет. «Сколько ты зарабатываешь в год?» Спросил довольно смелым тоном юноша, будто был богатеем. «По крайней мере, 80 миллионов кристаллов. Я буду платить тебе тысячу звездных эссенций. Идет». Убийца снова был удивлен. «Тысяча немалые деньги для него, но». Увидев, что тот все еще думает, голос Луиня стал холодным. «Тысяча пятьсот». Глаза ловца замерцали, но он продолжал молчать. «Две тысячи». Юноша испытывал эстетическое удовольствие, ведя себя как Лулу, что разбрасывалось деньгами. Мистик был в шоке. «Мало, тогда умри». Юноша поднял руку. Мужчина поспешно ответил. «Достаточно, я согласен бросить все задания и служить исключительно вам». На лице парня расползлась довольная улыбка. «Вот и славно, с сегодняшнего дня ты будешь находиться во втором спецотряде, будешь собирать информацию об окружающей территории и помогать мне обучать людей, которые присоединятся к твоей команде, они также будут специализироваться на похожих задачах». Убийца нахмурился. «Но я согласился лишь защищать тебя, а не помогать кого-то тренировать». «Две тысячи эссенций – это двести миллионов кристаллов». «Думаешь, моих денег недостаточно, чтобы ты занимался еще чем-то помимо основного задания?» «Мистик о чем-то подумал и, похоже, принял свою судьбу». «Хорошо, никто не хотел умирать». «Убийцы тоже люди, и раз была возможность жить, к тому же получать такие деньги, то зачем отказываться?» «Луин не ожидал от него верности, но поскольку он подчинялся железным правилам звезды Агата, то он мог использовать это в своих целях. Тем более этот человек был искушен деньгами, так что контролировать его будет не слишком уж трудно. Также помимо того, что он будет обучать ему шпионов, его можно будет придержать на случай, если Ушин или та девушка что-то задумают сделать против него. «С этого момента тебя зовут Гуйцы, ты капитан второго спецотряда императорского дворца», равнодушно заявил юноша. Хотя эта должность звучала так, будто у нее была власть, но на самом деле там он будет просто инструктором. Гуйцы кивнул, кряхтя от боли в плече. Разобравшись с ним, Луинь отыскал Ларкина. Изначально он планировал убить его, но подумав, решил, что будет лучше использовать этого мужчину. Возможно, через этого пройдоху он сможет выйти на более крупную рыбу, что решило противостоять ему. «Договорись с кем-нибудь, чтобы они проследили за Ларкином», приказал юноша своему новому подчиненному. Гуйцы достаточно быстро вошел в роль. Надо отдать должное, обучение на звезде Агата было хорошим. Луинь ничего не стал говорить о той девушке с очками и не планировал ей рассказывать о том, что теперь на него работал Гуйцы. Что касается того, смогут ли они узнать друг о друге, то это его мало волновало. Если надо будет с этим разобраться, то он отправится прямо к звезде Агата. Десять дней спустя Луинь встретился с Мистик, что успешно привезла много металлических пластин, где были записаны все секреты восточной части внешней Вселенной. Некоторые из них были очень важными, а некоторые глупыми и незначительными. Возможно, со стороны покажется, что они не имели большой ценности, но для Луиня все это было очень полезным, ведь с этим у него было больше возможностей создать необходимый ему альянс. Когда Хуаньша, Инея и капитаны спецотрядов увидели всю эту информацию, то сперва удивились, особенно Инея. В прошлом у Шуи Чуанься появилась идея сформировать альянс сил внешней Вселенной, поэтому Луинь поручил ей заняться этим, но с тех пор она ломала голову над тем, как им заставить и удержать окружающие силы. Теперь, увидев все эти материалы, у нее появилась отличная мысль. «Ваше высочество, эта информация достоверна?» спросила девушка. Луинь кивнул. «Да, я решил показать вам это, чтобы помочь в решении внешних проблем империи. С этим мы сможем быстрее создать альянс», взволнованно сказал Хо Цин Шань. Таосян продолжала просматривать металлические пластины, как вдруг воскликнула. «Тут есть информация даже о нем». О ком? Поинтересовался Ман Цин. Бывший председатель Трехцветной Федерации из Сектора Желтого Неба. «Его Величество Юйшан, он послал меня туда выполнить миссию, а этот старик начал мешать и чуть было не поймал меня. С этим компроматом я смогу проучить его, хихи. Ваше высочество, оставьте этого старика мне». Луинь указал на Инию. «В настоящее время она отвечает за дела альянса, можешь обсудить все с ней». Таосян посмотрел на девушку умоляющими глазами. Иния равнодушно сказала. «Пока что нет, мы не можем вмешиваться в дела Сектора Желтого Неба, покуда он контролируется старшей Чаньпо, которая не погибла в Секторе Окровавленного Железа и скоро сможет вернуться». Таосян разочарованно вздохнула. Услышав о Чаньпо, наш герой нахмурился. Ушин сказал, что он ничего не рассказывал, поэтому единственный, кто мог предать его, это Чаньпо. Верно. Таосян, а есть ли наши люди в Трехцветной Федерации? «Да, наши люди уже давно находятся там, но пока мы их не использовали. Свежись с ним, пусть они встретятся с людьми края Северной долины для меня». Таосян кивнула. «На самом деле, не только там находятся наши люди, во многих близлежащих территориях есть шпионы Империи Деу, но также там есть люди других держав», — сказал Элюин Зышан. Луин попросил Инию убрать металлические пластины, после чего спровадил всех. Вскоре после этого к нему из темного угла дворца вышла мистик. «Ты меня обнаружил. Тут находились два ловца, ты не подумала, что рискуешь, поступая так». Девушка испуганно сказала. «Тот слепой монах довольно сильный». Луин покачал головой. «Мансен действительно очень силен, он ничуть не уступал Хо Цэншаню и даже близок к уровню Адуна. «Ваше высочество, я выполнила ваши задания, могу ли получить награду?» Девушка выжидающе посмотрела на него, облизывая губы. Луин достал бутылку с ядом, чья сила эквивалента удару сферы перемен, и бросил ее девушке. Мистик открыла бутылку, понюхала и немного разочаровалась. «Он не такой сильный, как в тот раз. Не спеши, десерт оставим на потом. Спасибо, Ваше высочество. Теперь, пока не появятся новые мистики, то твой статус в организации будет очень высоким, верно? Я хочу, чтобы ты помогла мне создать альянс». Мистик решительно сказала. «Ваше высочество, будьте уверены, я и звезда Агата уже, можно сказать, подчиняются вам». Луин никак это не прокомментировал. Он был уверен, что эта девушка уже не сможет ускользнуть из его рук. Теперь, раз все основные дела были сделаны, пришла пора разобраться с континентом Божественного начала. Воспользовавшись тем фактом, что во внешней вселенной сейчас не было просвещенных, что могли бы ему помешать уладить этот вопрос, он решил действовать. Полномасштабное сотрудничество между империей и семьей на Лан уже началось. Инея и спецотряды также начали формировать новый альянс внешней вселенной. В этом им помогала звезда Агата. Через несколько дней Луин вместе с Мансеном прибыли на космическую станцию рядом с континентом Божественного начала. Когда юноша пришел сюда опять, на станции поднялась паника. Никто не понимал, почему он снова появился здесь. Талий погиб в секторе окровавленного железа, и теперь тот, кто отвечал за станцию, была Мэйлань Байе. Студент Лу, давно я тебя не видела, поздравляю с достижениями на войне. Женщина улыбнулась ему так, будто действительно была рада видеть его. Луиню со своим опытом было тяжело разобрать, притворялась она или нет, но это его мало волновало. Мисс, а вас не призывали? Я слабая женщина. Разве мое присутствие могло что-то изменить там? Ответила Мэйлань и повела его вглубь станции. Глава 604. Увидев Луиня, как бы люди клана Байе его ненавидели, они старались этого не показывать. Юноша сейчас был чуть ли не самым сильным мастером на всей восточной части внешней вселенной, если не считать просвещенных. Луинь огляделся. Раз вы не пошли, то вероятно туда отправился другой ловец вашего клана, верно? Тогда почему его здесь нет? Кстати, а где Джан Лун, почему он не вернулся? Женщина прищурила глаза. Еще в тот раз она задалась вопросом, как он понимал кто находился на станции, а кто нет. Со стороны казалось, будто он был всевидящим. Студент Лу, как ты узнал, что их здесь нет? Юноша слабо улыбнулся, но не стал ее ничего объяснять. Понятие уж тем более поверить в существование рун можно только если сам их увидишь, так что говорить об этом не было смысла. Студент Лу, зачем ты сюда прибыл? Мэйлань поняла, что не получит ответа на свой вопрос, поэтому перешла ближе к делу. Луинь поднял свой личный терминал и сказал. Перед тем, как покинуть сектор окровавленного железа, у меня был разговор со старейшиной Жо Хуан. Он надеялся, что ситуация во внешней вселенной стабилизируется и станет единой. Мною было принято решение начать осуществлять поставленную им задачу с континента божественного начала. Мэйлань с удивлением посмотрела на личный терминал на руки юноши. На нем был знак зала славы, а такой подделать было невозможно. Кроме того, она видела его очки славы, что также говорила о многом. Тогда я огорчу тебя, ты опоздал. В каком смысле? С тех пор, как ты отправил танцы обратно на континент, тот рассказал об изоляции внутренней и внешней вселенных, что ухудшило отношение Минджа Ашу к нам. Это также приободрило Минджа Атиня, что начал атаковать нас более яростно. Луинь заметил в ее голосе недовольные нотки, но ему было все равно. Неважно, я решу это дело. А что конкретно сказал старейшина Жо Хуа? Поинтересовалась Мэйлань. Луинь покосился на нее. Можешь спросить у него лично. Мэйлань улыбнулась ему. Ты ничего лишнего не подумай, я просто хочу лучше понять намерение Зала Славы и помочь тебе. Тогда отправь меня на континент Божественного Начала, я поговорю с Минджа Атином и Джа Ашу. Женщина кивнула, соглашаясь с ним. Независимо от того, действовал ли он от имени старейшины Жо Хуа или нет, у нее не было прав останавливать его. Более того, тут присутствовал Мансен, что ее немного пугал. Откуда во внешней вселенной такие мастера? Кроме того, почему почти все подобные монстры находятся в Империи Дэу? Перемещение на континент было таким же, как в прошлый раз, поэтому Луинь заранее подстраховался, приведя с собой Мансена. Он беспокоился, что не сможет вернуться, тогда слепой монах сможет ему помочь или в крайнем случае рассказать о случившемся Залу Славы. Теперь он мог сосредоточиться на более насущной проблеме, как ему понять, какой части континента он окажется. Место перемещения не было статичным, в прошлый раз он свалился прямо в ванну Миньянь, где он встретил свою любовь с первого взгляда. Подумав о девушке, в сердце юноши разгорелся жар. Он решил непременно увидеться с ней. В этот раз его пространственный проход не был потревожен Минджа Атянем. Луинь успешно прошел и оказался посреди синего неба, падая прямо в чью-то большую резиденцию, а если быть точнее, во внутренний двор. Это на мгновение лишило его дара речи. Почему ему каждый раз так везло попадать к кому-то во внутренний двор? К счастью, на этот раз он был готов ко всему. Используя свою физическую силу, он изменил траекторию падения и с треском врезался в сад внутреннего двора, стукнувшись головой об большое дерево. Его падение было слишком громким, что привлекло внимание живущих здесь людей, но Луинь немедленно ушел. Резиденция находилась в каком-то городе. Когда Луинь вышел на улицу и посмотрел на городские ворота, то не увидел там шара тайной природы. Это могло означать, что он находился в области подконтрольной Минджа Ашу. Только территория Минджа Ашу была лояльна к чужакам. Прежде чем приехать сюда, он навел справки о том, что происходит на континенте. Сейчас Минджа Ашу контролировал 12 областей империи и все они находились достаточно близко к столице. Юноша спросил у прохожего и выяснил, что он находился в области Панчжоу, всего в трех областях Ацунчжоу, куда попал в прошлый раз. 12 областей, контролируемых князем Мин, располагались на побережье Большого моря и как бы огибали центральную область Минджоу, где была столица. Однако несмотря на подобные преимущества, линия фронта также была достаточно длинной. Если бы не сотрудничество с внешним миром, то многие бы уже давно помогли подавить Минджа Ашу. По пути в Цунчжоу наш герой пришел к выводу, что люди на континенте все еще довольно холодно относились к чужакам, но политика князя Мин не позволяла им дискредитировать их. Луиню не понравилось то, как Минджа Ашу решил разобраться с этой проблемой, ведь рано или поздно народ может восстать. Он бы поступил иначе, просто сказал людям, либо вы принимаете чужаков, либо они вскоре захватят ваши земли и убьют всех, потому что намного сильнее. Князь Мин не был глупым, но в этой ситуации он, можно сказать, повел себя слишком самоуверенно. По пути в Цунчжоу Луинь купил себе обновленный неувядающий рейтинг и обнаружил, что он сильно изменился. Многих из тех, кого он знал, уже там не было. Видимо они достигли уровня боевого императора, то есть сферы познания, а значит уже не могли оставаться в этом списке. Ранее в башне очищающего света на Луиня напал мастер, занимающий первое место в неувядающем рейтинге, но был убит юношей. Теперь сильнейшим считался другой человек со странным именем Беспощадный. Этот человек не скрывал себя, как это делал прошлый, видим он был в себе очень уверен. Еще юноше показалось странным то, что Лицзимо до сих пор занимал второе место и еще не достиг боевого императора. В прошлом именно Лицзимо впечатлил его больше всего своим мастерством владения меча. Луинь даже считал, что талантом он ничуть не уступал Люша Ацу. Танцы также не было в списке, хотя в последний раз, когда он его видел, парень все еще был в сфере грани. Неувядающий рейтинг не представляет никакой ценности для Луиня, ему просто было любопытно узнать, как идут дела с развитием нового поколения континента Божественного начала. Желая увидеть Миньянь как можно скорее, юноша ускорился, спеша в область Цунчжоу на всех парах. Чем ближе он приближался к этой области, тем чаще встречал людей из внутренней и внешней вселенных. Пару раз ему встречались люди клана Байе, хотя многие местные ненавидели чужаков, они держали все недовольство при себе. Войдя в главный город Цунчжоу, Луинь добрался до дворца князя Мин, что тщательно охранялся из-за того, что сейчас многие хотели убить мужчину, даже чертоги великого светила и дворец Божественной Стражи. Многие практикующие за пределами дворца также защищали дворец князя Мин. Но вся эта защита оказалась пустым местом перед Луиньем, высвободив поле, он проник в него словно невидимка. В данный момент Мин Джаашу не было во дворце, но был другой сильный боевой предок, вот только он не владел полем и не мог почувствовать его. Юноша спокойно добрался до внутреннего двора с небольшим садом и беседкой возле ручья, где сейчас сидела Миньянь, которая мило улыбалась, но в то же время рядом с ней находился молодой человек с черно-белыми волосами, характерными для клана Байе. Брат Джанфын, неужели это правда? Такие низкие люди существуют? Переспросила Миньянь с сияющими от любопытства глазами. Парень кивнул. Конечно, многие планеты во Вселенной имеют различную гравитацию. Там, где она крайне мощная, люди, как правило, невысокие, но не стоит их недооценивать, ведь обычно они физически очень сильны. Миньянь высунула язык. Я не недооцениваю их, мне наоборот кажется это справедливым. Бог забрал у них одно, но в обмен дал им другое. Увидев милую улыбку на красивом лице девушки, парень из клана Байе захотел ее обнять, но сдержался и вместо этого сказал. Янир, давай отправился в путешествие по Вселенной. Миньянь опешила от предложения, опустила голову и затихла. Парень продолжал говорить. Вселенная такая огромная, в ней очень много интересных вещей. Континент божественного начала слишком мал, поэтому дядя Мин хочет открыть путь наружу. Жаль, что Мин Джаатяне и другие слишком консервативны, но если ты захочешь, то я готов увезти тебя. Миньянь продолжала смотреть на каменный стол и о чем-то думала. Парень из клана Байе глубоко вздохнул. Он потратил столько времени на эту девушку и, наконец, появился какой-то прогресс. Не желая упускать шанса, он захотел взять ее за руку, но вдруг заметил накрывшую его тень. Джанфын нахмурился, он не понимал кто и когда оказался позади него. Развернувшись, он увидел парня, чье тело было покрыто боевым духом седьмого ранга. Хотя выглядел он спокойно, но в его равнодушных глазах ощущалось сильное убийственное намерение, направленное прямо на него. Кто ты? Спросил Джаатюну незнакомца, что стоял всего в метре от него. Брат Лу воскликнула Мин Янь, что подняла голову. Парень нахмурился. Брат Лу, Луинь, как только он понял, кто стоял перед ним, он сразу же напрягся. Выражение его лица резко изменилось. Луинь проигнорировал человека клана Байе, взглянув на Мин Янь. Он увидел удивление в ее глазах, а также след чего-то нового, ранее не присущего девушке, что сдавило его сердце. Прошло два года и этого следовало ожидать. Их встреча в прошлом была случайностью. Тогда с первого взгляда она завладела его сердцем, как и он ее. Вот только в ее случае это произошло отчасти потому, что она мало общалась с другими мужчинами и жила в старомодном обществе. Однако в течение прошедших двух лет под влиянием чужой культуры и тем, что Мин Янь начала чаще общаться с посторонними людьми, девушка стала раскрепощенной. Возможно, она еще испытывала к нему чувства, но уже не такие сильные, как раньше. Глава 605. Глаза людей не могут лгать, и в тот момент, когда Луинь увидел Мин Янь, он понял, что их отношения, ради которых он так старался, уже не вернуть. Мин Янь же просто уставилась на него. Ее взгляд сменялся от удивления до озадаченности. Она не знала счастлива она или нет в этот момент. По сути, это было их долгожданное воссоединение, но теперь она почему-то чувствовала, будто их разделяла какая-то прозрачная стена. Двое смотрели друг на друга. Ранее оба думали, что в момент новой встречи обнимут друг друга, но оказалось все так, что никто из них не мог сделать первый шаг. Брат Лу, приятно познакомиться. Я Чжан Фэн Бае. Парень встал из-за стола, закрывая своим телом Мин Янь. Юноша нахмурился. Ради Цу Юй, охраняющий границу, я даю тебе шанс уйти целым. Чжан Фэн был в растерянности и собирался как-то смягчить ситуацию, но это сделала Мин Янь. Брат Лу, брат Чжан хороший человек. Сердце Луиня сжалось и холодно ответил. Ты не знаешь всей ситуации между мной и кланом Бае, да и детали в принципе не важны. Просто запомни одно, они и я, заклятые враги. Услышав его сердитый и холодный тон, девушка запаниковала и побледнела. Затем встала и вышла из-за спины Чжан Фэна. Парень из клана Бае подсознательно протянул руку, чтобы остановить ее, но в итоге на него нахлынуло мощное давление боевого духа. Из-за силы юноши дворец Мин содрогнулся. Огромная волна энергии отбросила Чжан Фэна в сторону. Кто дал тебе разрешение прикасаться к ней предо мной? Бледная Мин Янь посмотрела на Луиня, затем на Чжан Фэна, не зная, что делать. Чжан Фэн встал, отряхиваясь от пыли, при этом ужаснувшись мощной силой парня, после чего сказал. Я нер, похоже брат Лу в плохом настроении, поэтому я пойду. Увидимся в другой раз. После этих слов он быстро ушел. Луинь, сощурившись, проследил за тем, как он уходит. Брат Лу, прошептала Мин Янь, глядя на него напуганными глазами. Юноша тяжело вздохнул, пытаясь успокоиться. У меня с его семьей слишком серьезная вражда. Мин Янь догадывалась, что не в этом дело. Мы с ним просто друзья, ничего. Я знаю. Луинь не дал ей договорить, посмотрел на нее с легкой болью в сердце, затем попытался приложить ладонь к ее лицу, но девушка резко отступила, опустила голову и затихла. Рука парня так и осталась висеть в воздухе, но он быстро одернул ее и с горечью спросил. Как ты поживала эти два года? Мин Янь ответила вопросом на вопрос. А ты? У меня хорошо. Я пришел сюда на этот раз, чтобы забрать, сказал юноша, но девушка перебила его. Брат Лу, мой отец вас стал против империи, ты знаешь? Юноша почувствовал, будто она специально перебила его, чтобы не отвечать на этот вопрос, но давить не стал. Я знаю, поэтому хочу найти его и поговорить. После этих слов он развернулся и быстро покинул двор девушки. Мин Янь смотрела ему в спину, чувствуя, как он удаляется все дальше и дальше. Она действительно не знала, что с ней. Два года назад она безумно любила его. Момент их расставания был душераздирающим, но, как говорится, время лечит. За прошедшие два года она, возможно, разлюбила его или же с самого начала не испытывала к нему этого чувства, но девушка не могла точно понять, что именно было истиной. За последние два года, даже контактируя с такими талантливыми молодыми людьми, как Джан Фэн, она никого не рассматривала так же, как Луиня. Почему тогда, встретившись с ним, она не приняла его? Почему перебила и не дала договорить? Неужели она его разлюбила? Мин Янь почувствовала сильную слабость, вернулась в беседку и в оцепенении погрузилась в свои мысли. Луиню было больно, но он не винил ее. Он мог понять, что, возможно, прошлые их чувства были слишком порывистыми. Не зря говорят, что первая любовь самая сладкая, но часто заканчивается горечью. Но даже несмотря на такое воссоединение, он не считал, что все кончено. У Мин Яни остались к нему чувства, как и у него, но будут ли они вместе зависит от того, как сложится будущее. Поскольку Мин Джаашу не было во дворце, Луинь решил подождать мужчину в его кабинете. Тем временем, Джан Фэн, покинувший дворец Мин, выглядел мрачно. У него болел бок. Сила Луиня оказалась невероятной для него. Почему он такой сильный? Он был в сфере перемен, занимал 21 место в рейтинге Звездного Неба, уступая только Гу Байе другой стороны, но оказался подавлен младшим. Ранее он слышал о том, что его признали непобедимым на уровне грани, но он не воспринимал это всерьез. Теперь, когда он испытал его силу лично, то смог понять всю беспомощность, испытанную Янь Цин и Джан Луном. Этого человека необходимо устранить, иначе в будущем он станет катастрофой для всего клана Байе. Никто во всем дворце Мин не знал, что кто-то ждал Мин Джаашу в его кабинете, при том, что это место было самым охраняемым. Князь Мин вернулся к ночи и сразу обнаружил постороннего. Когда же он вошел в свой кабинет, то в шоке уставился на Луиня, который тихо читал книгу. Не так давно Танцы вернулся и сообщил ему, что парень сильно изменился и мог убить кого-то, наравне с покойным предком Мин Тайчжуном. Тогда он этому не поверил, но увидев Юнашу лично, был шокирован, поскольку чувствовал исходящую от него опасность. Князь Мин давно не виделись. Луинь отложил книгу, поднял взгляд на вошедшего мужчину, но не встал. Мужчина с улыбкой сел напротив него. Верно, давно не виделись, сяцы. Вижу вы хорошо выглядите, видимо, последние два года прошли у вас хорошо. А ты зачем пожаловал? Прошло всего два года, а мы договаривались о десяти. Неужели ты пришел, потому что уверен, что сможешь помочь континенту выйти из затруднительного положения? Даже если я сам ничего бы не сделал, вы бы с этим справились самостоятельно, не так ли? Голос парня стал холоднее. Мин Тайчжу прищурил глаза. Ты говоришь о моих связях с посторонними? Верно, я не мог полагаться только на тебя. Вижу у вас много вариантов. Князь Мин рассмеялся, но взгляд его также стал довольно угрожающим. Сяцы, я не видел тебя два года, а ты сильно изменился. Знаешь ли ты, что сейчас даже сильнейшие ловцы из твоей вселенной не смеют со мной так разговаривать? А знаете ли вы, что если бы Мин Тайчжун был жив, то я бы мог убить его? Луинь внезапно встал, и в то же время мужчина сделал то же самое. В следующий момент их поля столкнулись друг с другом, от чего раздался мощный грохот, привлекающий большое количество людей как во дворце, так и снаружи. Во дворце Мин, сильный культиватор сферы боевого предка в изумлении взглянул в сторону кабинета Мин Джаашу. Он был поражен появившейся силой. Находясь неподалеку от дворца, Джанфэн также поразило удушающее столкновение двух полей. Невидимое столкновение двух сил исказило небо над дворцом, от чего пошел сильный дождь и грянул гром. Многие со страхом смотрели на небо, и по мере того, как сила полей нарастала, пасмурные облака над дворцом становились темнее, превращаясь в двух великанов, столкнувшихся друг с другом. Мин Джаашу и Луин не собирались никому причинять вреда, поэтому все давление было сконцентрировано между ними в кабинете. Мин Джаашу был ошеломлен. Он не мог сокрушить Луиня, а ведь всего два года назад одним пальцем лишил бы парня жизни. Вдруг мужчина невольно вспомнил слухи о юноше. Поговаривали, что до того, как он оказался в четверке лучших академии Звездного неба, практиковался всего пару лет. Видимо для него даже два года, которые покажутся многим культиваторам как два часа времени, более чем достаточным, чтобы сделать огромный скачок в совершенствовании. Терпимостью Мин Джаашу восхищаются все, кто его знал, но в этот момент он видимо не собирался терпеть поведение Луиня. Возможно это произошло, потому что он не мог смириться с тем, что потерял над ним контроль. Джан Фэн посмотрел на небо над дворцом Мин почувствовал всплеск поля, что переросло в нечто, похожее на человека в одежде императора. Когда это явление увидели граждане города, то все разом встали на колени. Многим явление было знакомым, поскольку именно так выглядела Аура Мин Джаашу. Луин изумился, князь Мин постиг Ауру, но он ничуть этому не испугался. Напротив, почувствовал некий вызов. В следующий момент в небе, перед человеком в императорском одеянии появилось огромное дерево, на ветвях которого росло множество разных вещей. Мин Джаашу вновь опешил. Он не ожидал, что мальчишка постигнет не только поле, но и Ауру. Щелк стол в комнате между мужчиной и юношей треснул. Оба посмотрели друг на друга и одновременно развеяли поле. Вскоре после этого ночное небо успокоилось, но проливной дождь продолжал заливать областной город Цунджоу. В тот же момент дверь кабинета с грохотом распахнулась и внутрь ворвался боевой предок, а за ним следом танцы и группа солдат. «Князь, убирайтесь!» Закричал Мин Джаашу, прогнав всех недоумевающих людей за дверь. «Давай найдем более подходящее место для разговора», предложил мужчина, направляясь к выходу. Луинь спокойно пошел за ним. Спустя время они оказались в небольшой комнате, что находилось на самом верху дворца. «Я не ожидал, что ты так сильно изменишься всего за два года», — сказал мужчина. Луинь посмотрел на проливной дождь за окном, тихо говоря. «Произошло много всего того, что вы не ожидали». «Верно, десятилетнее соглашение сократилось до двух, я не мог предполагать такого». Глава 606. Луинь покачал головой. «Внутренняя и внешняя вселенные разделены. Есть ли теперь смысл в нашем соглашении?» «Думаю, сегодня вам нет никакого дела до внешней вселенной. Но ты меня волнуешь». Мин Джаашу смотрел на парня горящими глазами. «За два года ты достиг такого уровня, а что будет еще через два, десять, двадцать лет?» «Возможно тогда ты будешь достаточно сильным, чтобы поставить на колени всю вселенную. Я уверен, что в какой-то мере это и произойдет». Луинь молчал и не мог даже думать о подобном. «Все потому, что ситуация с Мин Ян не давала ему покоя». Драка с Мин Джаашу помогла ему немного остыть. Он не сражался за то, чтобы взять инициативу в их соглашении, поскольку мог просто проигнорировать его. «Ты встречался с Янер?» Юноша нахмурился. «Ты позволил Джанфыну прикоснуться к ней?» Джаашу усмехнулся. «Я бы не стал использовать свою дочь как козырь в переговорах. Именно потому, что ты ей нравишься, я заключил с тобой соглашение». После небольшой паузы мужчина продолжил говорить. «Я знаю, что замышляют люди из клана Байе. Это показывает то, как Джанфын намеренно сближался с ней, но я не мог это остановить. Ты сам прекрасно понимаешь, что даже я не могу позволить себе обидеть этих людей. В противном случае я бы этого не допустил». Юноша глубоко вздохнул и снова посмотрел в окно, где начал затихать дождь. «Теперь, когда внутренняя и внешняя вселенные разделены, я планировал отправить Джанфына куда подальше, но у меня просто не хватает на это времени», — объяснил мужчина. «Хотя не стал бы этого делать два года назад, но сейчас ему приходилось так поступить. Однако даже если сейчас существует изоляция, ваш континент неизбежно сольется с вселенной. Вы не сможете это остановить», — твердо сказал Луинь. «Вот почему мы не можем разозлить клан Байе». Парень спросил. «Ты знаешь мое происхождение?» Минджа Ашу кивнул. «Империя Ду из сектора Синей Волны. Теперь я регент Империи, действующий как император. Моя страна объединила сектор Синей Волны и поглотила безбрежный эфир. Я также планирую сформировать Восточный Пограничный Альянс, куда войдут восточная часть внешней вселенной». Мужчина был удивлен. «Восточный Пограничный Альянс. Это будет непросто. Согласятся ли другие? Они не смогут отказать». Минджа Ашу внимательно смотрел на юношу, но не понимал, почему он так говорит. «Он стал слишком высокомерным или у него есть какое-то основание быть таким уверенным?» «Ситуация с континентом Божественного начала должна подойти к концу. Я помогу тебе разобраться с Минджа Атянем, но затем твой континент должен присоединиться к моему альянсу. Иначе, юноша холодно посмотрел на мужчину, я помогу им захватить это место. Как я уже ранее говорил, даже будь с вами ваш предок Мин Тайчжун, у него бы не хватило сил остановить меня». Глаза мужчина дрожали от потрясения. «Сегодня он осознал, что совсем не понимал нынешнего Луиня, а все слухи, что доходили до него, оказались недействительными. Даю тебе время подумать, но тянуть резину я не собираюсь. В следующий раз, когда я приду, я хочу услышать ответ», – проговорил Луинь. Затем встал и тут же исчез, оставив дворец Мин в тишине. Мин Джа Ашу посмотрел в окно, после чего поспешно вызвал танцы. В прошлый раз он не обратил внимания на то, что ему рассказал подчиненный. Теперь ему нужно было срочно все выслушать еще раз. Этот мальчишка, очевидно, был на уровне боевого императора, но смел угрожать ему. И откуда эта уверенность и спокойствие? Притворство? Кроме того, ему нужно поговорить с Янир. Возможно, она что-то заметила в нынешнем особом поведении парня. Неподалеку от дворца Мин есть множество особняков, которые раньше были резиденциями некоторых богатых торговцев и чиновников Цун Чжоу, но теперь все они принадлежали князю Мин. Чжан Фэн пришел в один из них, постучал в дверь и вскоре его встретила красавица в откровенной одежде, Сюнь Мэйжэнь. Эта девушка из семьи Сюнь была лишь в сфере познания, но обладала острым умом и именно поэтому ее послали сюда помочь Чжан Фэну втиснуться в доверие дворца Мин. Уже так поздно, брат Чжан, зачем ты пришел ко мне? Ты не боишься, что маленькая принцесса увидит тебя? Сюнь Мэйжэнь подошла к парню с очаровательной улыбкой и приятным ароматом. Но ничто из этого не поколебало спокойное выражение лица Чжан Фэна. Не делай вид, что не знаешь, что только что случилось. Девушка пожала плечами. Два поля столкнулись. Одно из них принадлежало Мин Чжа Ашу. Это мне понятно, но вот кто был второй, мне неизвестно. Это Луинь, сказал парень с оттенком страха. Сюнь Мэйжэнь была удивлена. Луинь, почему он здесь? Взгляд Чжан Фэна наполнился убийственным намерением. Он сообщил континенту божественного начала про изоляцию. Он же ранее участвовал в испытании проходившем здесь. Ранее всем казалось, что это просто формальности, но он снова пришел. Значит есть какая-то причина. Перед тем, как отправить танцы обратно, он даже убил сильного ловца твоего клана, оскорбив тем самым старшую Цую. Видимо ему действительно что-то здесь нужно, кивнула девушка. Похоже это Мин Янь. Сюнь Мэйжэнь вновь удивилась. Маленькая принцесса, у них любовь-морковь, Джан Фэн скорчил лицо. Девушка усмехнулась. Такого я не ожидала. Оказывается эта девочка привлекла не только тебя, но и его, хотя это неудивительно. Он такой красивый и сильный. Даже я, зрелая женщина, увидев его, почувствовала дрожь в сердце. Парень уставился на нее. Помоги мне избавиться от него. Почему? Только из-за Мин Янь, он враг моего клана. Янь Цин много раз говорила, что мы должны от него избавиться. Более того, этого хочет даже судья Чжэню. Когда дело дошло до 10 судей, мы и Жень перестала валять дурака. На самом деле моя семья тоже им недовольна. Наш молодой господин тоже хочет избавиться от него. Но он очень сильный. И даже старейшина Цу Юй не может к нему прикоснуться. Так что мы с тобой способны сделать. Джан Фэн был уверен, что ранее смог бы победить парня. Но после того, как он достиг сферы познания, сила Луиня претерпела качественные изменения. И он фактически превзошел его. Подумав об этом, он пожалел, что никто раньше не смог разобраться с ним. А теперь ему приходилось терпеть то, что он прикасался к девушке, которая ему нравилась. Луинь покинул дворец Мин, но не в поисках жилища. Ранее, когда он столкнулся с полем Мин-Джа-Ашу, то случайно нашел знакомого, который выглядел крайне подавленно и несчастно. В трех улицах от дворца находился главный центр города. Уже была полночь, а по закону в это время уже нельзя было бродить снаружи, но по мокрой улице все равно ползла одафигура. Нищий добрался до сухого края здания, свернулся калачиком и задрожал. Луинь удивленно посмотрел на него издалека, затем подошел. Нищий со страхом посмотрел сквозь соломенные покрывала на лицо Луиня, что осветили далекие раскаты молнии и задрожал еще сильнее. Арика. Наш герой был удивлен. Нищий был в ужасе. Мой господин, я всего лишь нищий, пожалуйста, пожалейте меня. Луинь присел на корточки и убрал соломенные покрывала. Все твои меридианы разрушены, а сила рассеялась. Как это произошло? Нищий на самом деле был Арикой, одним из лучших мастеров домена пламени, что участвовал в соревновании десяти ветвей, а затем во внешнем испытании, из-за чего попал в неприятности. Мин Джаашу сотрудничает с вселенной. Все нам подобные должны быть в его области в безопасности, высказался юноша. Арика опустил голову, не решаясь ответить. Я не люблю повторяться, тон Луиня стал холоднее. Лицо человека побледнело. Я, я оскорбил князя Мин, поэтому все так случилось. Как? Он же должен был знать откуда ты, он бы вряд ли дошел до того, чтобы лишить тебя культивации. Юноша сомневался, что ему говорили правду. Глаза Арика замерцали, он о чем-то подумал, и сквозь стиснутые от холода зубы ответил. Я открыл страшный секрет, выкладывай. Мин Джаашу восстал против империи и освободил всех чужаков, меня в том числе. Домен пламени приказал остаться с ним и помощь. Однажды он послал нас выполнить миссию. По слухам в долине неподалеку собралась армия империи. Мы никого не боялись, поэтому пошли, а там мы столкнулись с королем трупов. Глаза Луиня резко расширились. Новая лига человечества. Арика кивнул. Да, она самая. Империя божественного начала связалась с ними. В том бою выжить удалось лишь нескольким из нас. Однако по возвращению на нас начали охоту люди Мин Джаашу. Похоже, он не хочет, чтобы кто-то узнал про сотрудничество между империей и альянсом. В конце концов, кроме меня, остальные погибли. Хотя мне чудом удалось сбежать, я потерял культивацию. Значит, теперь ты скрываешься? Арика кивнул. Ты хочешь дождаться людей Домена пламени? Да. Глава 607. Луинь встал и посмотрел в сторону дворца Мин. А есть ли какие-то связи между Мин Джаашу и новой лигой человечества? Вряд ли иначе он бы не отпустил нас в ту долину. Юноша тяжело вздохнул, даже если он не контактировал, но помог империи скрыть правду, нарушив железные правила человеческого звездного региона. Да и не только его. Звездные звери и технологический регион тоже считают своим долгом уничтожить новую лигу человечества. Скорее всего, князь Мин так поступил, потому что опасался, что это приведет к уничтожению континента. Их формация пяти звезд действительно могла остановить одного или двух просвещенных, но если станет известно о связях с новой лигой человечества, то придет кто-то помощнее и разнесет континент в пух и прах. Жаль только, что мужчина плохо понимал новую лигу человечества. Вспоминая о каждом своем контакте с ней, он испытывал страх. Короли трупов могут приобретать дары просто пожирая обычные стихийные кристаллы, что стоили куда дешевле, чем звездные кристаллы. Им очень легко тренироваться и постигать боевые искусства. Континент божественного начала сам того не понимая, играл с огнем. Отведи меня в эту долину, сказал Луинь. Арика удивленно взглянул на него. Туда? Пойдем. Юноша схватил его, но тот поспешно сказал, в этом нет смысла, там вряд ли кто-то остался. Почему нет? Скрываться прямо у всех под носом иногда эффективнее, чем скитаться по темным углам, высказался юноша, а затем вместе с Арикой покинул город. Империя сотрудничала с новой лигой. Скорее всего встречаются они где-то в области Минчжоу, а она была соседней с Цунчжоу. Значит та долина не была простым местом. Его предположения оказались верны. Долина находилась на стыке двух областей и прямо в ее центре находилась большая гора. Когда они туда пришли, Арика со страхом оглянулся и сказал. Видишь, они ушли. Луинь наполнил глаза звездной энергией и ухмыльнулся. Ушли, как бы не так, они все еще тут. Он видел, как из земли исходили потоки рун, кроме того их было очень много и самые сильные были сравнимы со сферой перемен. На континенте эту сферу можно считать пиковой, но для вселенной средней, однако Луинь не недооценивал новую лигу человечества, зная, что некоторые исходящих мертвецов владеют преобразованием короля. Спрятав Арика, юноша скрыл свое присутствие и погрузился под землю. Вскоре он оказался в нечто наподобие лаборатории, как и в прошлый раз, где он столкнулся с безумной мумией. Но в этой лаборатории помимо королей трупов была куча трупов обычных людей, но для чего непонятно. То, что Минджа Атянь сотрудничает с Лигой было просто немыслимо. Это было куда хуже, чем желание вселенной захватить континент. Жаль, что он совсем не понимал, какую игру затеял. Осмотревшись вокруг, больше ничего странного он не нашел. Луинь незаметно схватил одного короля трупов и быстро покинул подземную базу. Затем он взял Арика и направился в область Минджоу. Он хотел посмотреть, как там обстоят дела и сколько скрытых мастеров новой лиги человечества там бродит. Поскольку Цунджоу была вражеской областью для Минджоу, озеро, что их соединяло, теперь было пограничной линией, где находилось множество солдат. У Луиня, конечно же, с этим не возникло проблем. Держа в одной руке Арика, а в другой избитого короля трупов, он без проблем добрался до другого берега, входя в область Минджоу. В любом городе Минджоу были шары тайной природы, из-за которых в город было трудно войти, но ему это и не нужно было. Ситуация оказалась намного лучше, чем казалось. За два дня пройдя пять городов, он не нашел следов членов новой лиги человечества. То ли они все были сосредоточены в столице, то ли у них была лишь та одна база в долине. Хотя может быть та долина, это предложение Минджоу. Может быть лига ждала его решения и в зависимости от ответа, либо нападет на него, либо будет помогать. Бум! Раздался громкий шум, от которого Арика вздрогнул и чуть было не уронил парные булочки на землю. На лесной тропе впереди завязался ожесточенный бой, где группа людей окружила одного человека. Вы, дворец божественной стражи, до сих пор не понимаете, что происходит. Если вы продолжите нас притеснять, то мы объединимся с князем Мин и восстанем против империи. Крикнул старик, размахивая крупными молотами. Наглец, да как ты смеешь открывать свой рот и говорить такое. Ты и остатки твоей секты должны быть уничтожены. Воскликнул один из людей божественной стражи. Ну тогда сдохните. Взревел старик, столкнув два молота друг с другом, в результате чего пространство захлестнуло мощная ударная волна сферы боевого императора. Люди вокруг были тут же отброшены этой волной в разные стороны. Придется все делать самому, фыркнул молодой человек, что неожиданно появился возле старика и чуть не лишил его головы веером. Старик усмехнулся. Жил Таротик, ты меня недооцениваешь. С этими словами молоты устремились в сторону парня, чего тот совсем не ожидал и получив мощный удар в грудь, отлетел в сторону, упав неподалеку от группы Луиня. Робкий Эрико в страхе спрятался за юношей. Луинь посмотрел на парня, что упал перед ним. Это был Бэйцин, сын военного министра, что ранее открыто показывал свое желание жениться на Миньянь. Теперь же он находился в неувядающем рейтинге и даже присоединился к Дворцу Божественной Стражи. Бэйцин был зол, что пропустил удар молотом. Быстро встав, он вытер кровь с арта, но заметил группу нашего героя. Отойдите, не попадите под удар. После этих слов он снова бросился в бой. Такое его поведение для Луиня показалось несвойственным. Раньше он был совсем другим. Однако старик был слишком силен. Никто из Дворца Божественной Стражи не мог с ним сладить. Используйте черный песок. Крикнул кто-то, после чего оружие каждого солдата покрылось слоем черных песчинок. Старик видимо знал, что это такое, песок сильно его испугал. Он быстро отступил и попытался убежать, но в этот момент в небе появился золотой цветок. Когда старик увидел его, резко побледнел. Хуаин? Луинь озадаченно взглянул на цветок. Хуаин? Кажется, это имя он видел на девятом месте в неувидающем рейтинге. Эта девушка была довольно известной своей красотой и считалась второй после Миньянь. Старейшина Чуй, я могла бы пощадить тебя, но ты сказал то, чего не должен был, поэтому умри. Высоко в небе появилась женщина в белых легких доспехах, чье лицо закрывала вуаль. Увидев ее, Луинь был поражен. Неудивительно, что она была так же известна, как Миньянь. Она обладала героической аурой и красивой внешностью. Чем-то она напоминала ему в Инде, хотя была даже кровожаднее принцессы. Хуаин, с чего ты решила, что справишься со мной, достигнув сферы боевого императора? Девушка никак на это не отреагировала. Золотой цветок перед ней расцвел до огромных размеров и обрушился на старика. Прогремел взрыв, земля потрескалась. Удар такой силы отбросил старейшину Чуй на пару метров. Солдаты дворца божественной стражи не вмешивались, они просто старались окружить старика, чтобы тот не убежал. Старик тяжело задышал, подняв взгляд на Хуаин. Больше мне тут делать нечего, я ухожу. Сказав это, он ударил молотами друг о друга, создав огромную ударную волну, что отбросило всех вокруг, но по какой-то причине не сдвинулся с места и выглядел ошеломленным. Хуаин равнодушно сказала. А ты неплох, раз до сих пор можешь стоять. После того, как вдохнул пыльцу змеиного огурца, старик прорычал. Гадина. В этот момент солдаты набросились на него и повалили. Байцин взмахнул своим веером, повредив меридианы на руках и ногах проигравшего. Старик завыл от сильной боли и скончался. Глава, старейшина Чуй убит, уважительно доложил Байцин. Хуаин хмыкнула, ее взгляд пробежал по парню и невольно обратился к Луиню. Выглядел наш герой очень странно, за его спиной трясся Арика, похожий на нищего, а на левом плече висел мешок, где лежал король трупов. Мешок был очень большим, что сильно бросалось в глаза. Солдаты дворца заметили куда направился взгляд Хуаин и тут же окружили группу Луиня. Арика был насторожен и напуган, хоть и верил в силу Луиня. Однако надеялся, что драки не будет, провоцировать дворец божественной стражи было нехорошо. Девушка спустилась на землю и подошла к Луиню. Кто ты? Почему находишься здесь? Куда идешь? Юноша спокойно ответил. Это вас не касается. Наглец. Сердито крикнул один из солдат. Хуаин продолжала пристально смотреть на него. Ты был слишком спокоен, застав такую сцену, а значит необычный человек. Луин использовал поле, чтобы полностью изолировать духовную энергию, поэтому со стороны походил на смертного. Хуаин, как глава дворца божественной стражи, круглый год сражалась на передовой и с первого взгляда заметила странную реакцию юноши. Конечно, спокоен, ведь я не какой-то последователь демонической секты, что вы можете мне сделать? Девушка прищурилась. Я подозреваю, что ты чужак. Схватить его. Боицин первым же бросился в атаку. Ранее он любезно предложил этой группе уйти, но они проигнорировали его, так что сами виноваты, что остались. Луин тихо вздохнул, сетуя на проницательность девушки, затем слегка щелкнул пальцами. Порыв ветра тут же ударил бойцина, отбросив в сторону. Окружающее пространство потрескалось, вызывая ужас в сердце Хуаин, что резко воскликнуло. Отступайте. Вот только было слишком поздно. Спровоцировав его, убежать юноша уже никому не позволит, и вскоре все были прибиты к земле. Хотя он, старик и эта девушка находились в сфере познания, но разница между ними и им была колоссальна. Хуаин предполагала, что Луинь мастер боевых искусств, но не ожидала, что он будет настолько сильным. Звездные цветы. Воскликнула девушка, разбрасывая по округе множество мелких распускающихся цветков. Луинь посмотрел на них, заметив большое количество рун. Это и есть те цветы, что отравили старика. Похоже это дар Хуаин, но на него он не подействует. Юноша снова махнул рукой, образуя мощный порыв ветра, что сдул всю ядовитую пыльцу. Ну, девушка отшатнулась назад, потрясенная произошедшим. Глядя на него, ей показалось, будто она стояла лицом к лицу с Минджа Атянем. Кто ты, черт возьми? Спросила Хуаин. Глава 608. Рана Байцина не была серьезной, ведь Луинь лишь отбросил его, но ему было тяжело встать из-за сильного давления, поэтому он лежа смотрел на юношу. Вот только даже понятия не имел, что уже встречался с ним. Но это и не было удивительно, ведь когда Луинь превратился в лусяцы, то изменил свою внешность. Наш герой сказал, не задавай больше незнакомцам слишком много вопросов, да добра не доведет. Хуаин крепко сжала кулаки, поток черного песка рассеялся под ее ногами и начал медленно подниматься, постепенно окутывая ее тело. Луинью и раньше показался этот песок странным, но теперь он совсем озадачился, что это такое. Внезапно король трупов, которого он вырубил ранее, пробудился. Хуаин посмотрела на мешок и резко воскликнула. Похититель. Луинь проигнорировал сказанное ей, указав на песок, откуда он взялся. Девушка в прыжке атаковала юношу. Хотя она не была мастером ближнего боя, но с защитой черного песка, была уверена, что ничего ей не будет, ведь даже сфера боевого предка не способна пробить силу черного песка. Луинь резко схватил ладонь Хуаин, но, когда столкнулся с песком, почувствовал сильный холод. Свободной рукой девушка ударила парня по груди, но Луинь совсем не почувствовал ее силы, продолжая ощупывать песок. Само по себе это вещество похожее на песок ничем не являлось, но вместе с ним была странная холодная энергия, что напоминало ему ауру короля трупов. Как только он об этом подумал, то тут же посмотрел в лицо Хуаин. Откуда взялся этот песок? Девушка замахнулась ногой прямо ему в пах. Луинь опешил от такой жестокости и подметил, что впервые столкнулся с подобным. Слегка разозлившись, он ударил коленом ей в живот, от чего ее тут же скрутило, и она свалилась на землю. Луинь посмотрел на него сверху вниз, повторяя вопрос. Отвечай, откуда взялся этот черный песок? Хуаин стиснула зубы, в ее руки внезапно появился кинжал, которым она сразу же воспользовалась. Юношу окончательно достала эта буйная девка. Схватив ее за запястье, он легко сломал ей кисть и, видимо, причинил этим сильную боль, поскольку даже черный песок сразу же осыпался на землю. Ты ждешь, пока подействует яд? Против меня он бесполезен, спокойно сказал юноша, небрежно сметая потоком ветра всю пыльцу. Эта женщина была красивой, но слишком яростной и жестокой, что ему совсем не нравилось. Понимая, что ответа от нее не дождется, он обратился к буйцину. Откуда взялся черный песок? Буйцин не ожидал, что даже Хуаин не сможет дать отпор. Потрясенной силой незнакомца, он тихим голосом ответил. Его нам дал глава дворца Хэйпаа. Глава Хэйпаа? Наш новый глава дворца божественной стражи. Луинь множество раз контактировал с новой лигой человечества, поэтому ему показалось, что черный песок как-то связан с ней, а значит этот новый глава дворца может быть королем трупов. Если даже дворец захвачен лигой, то чертоги великого светила и подавно. Эти две организации считаются сильнейшими под управлением императорского дворца. Похожий союз между империей божественного начала и новой лигой человечества оказался намного глубже. Нокаутировав всех людей дворца, Луинь вместе с Орикой и заложником в виде короля трупов продолжил свой путь. Столица сильно изменилась за два прошедших года, как минимум вокруг стало ходить больше солдат. Луинь стоял возле входа, глядя на город потрясенным взглядом. На первый взгляд все выглядело нормально, но под землей столицы исходил поток рун сферы перемен, причем настолько мощный, что один из них был сравним с Кунши, то есть там находился король трупов близкий по боевой мощи к пику сферы ловца, а такой даже просвещенному может дать хороший бой. Даже тот же Минджаотянь очевидно уступал этому монстру. То, что Мастер Перемен обладал таким количеством рун указывало на то, что он скорее всего Мастер Граней. Во вселенной было множество гениев, но в их числе не учитывались таланты Большой Тройки Тьмы, а ведь они определенно у них были, и никто даже представить себе не мог, насколько они сильны. Луин не осмелился приближаться к столице, опасаясь попасть на глаза этому чудовищу сферы перемен. В честном бою он проиграет, так что рисковать не было смысла. За два дня он обошел вокруг столицу и смог обнаружить, что члены лиги находились на нижних этажах башни очищающего света. Ему не терпелось узнать, что же находится на нижних этажах башни. Подумав о чем-то, он отправился обратно в Цунчжоу. Мин Джаашу ждал его возвращения и все прошедшие пять дней обсуждал станцы как поступить. Из разговора он понял, что юноша действительно не боялся просвещенных, но по какой причине ответа так и не нашел. Вчера он также пытался поговорить с Мин Янь, но разговор у них совсем не задался. А ведь прошло всего два года и теперь ему приходилось считаться с Луинем, его силой и амбициями. Еще лучше, если он будет поддерживать с ним тесные связи, а для этого необходимо, чтобы у его дочери с ним все было хорошо. Но Мин Янь в последние дни была сама не своя, выглядела беспокойно и не переставая наворачивала круги по комнате. У него не было другого выбора, кроме как оставить ее наедине со своими мыслями. Однако сегодня ему снова пришлось прийти к ней в комнату. Янир, я хочу поговорить с тобой, сказал Мин Джаашу, но девушка, увидев его, быстро подошла к кровати и плюхнулась лицом в подушку. Отец, я устала и хочу отдохнуть. Мужчина беспомощно вздохнул. Просто ответь мне на пару вопросов. Мин Янь что-то пробубнила в подушку, но все же встала и села на край кровати. Вид у нее был бледный, она не выходила из комнаты уже несколько дней. Глядя на ее такую, Джаашу почувствовал боль в сердце. Янир, я не собираюсь тебя заставлять что-то делать, если ты любишь Луиня, я одобрю ваш союз, но если нет, то прогоню его. Взгляд девушки потускнел. Я сама не знаю. Но до того, как он вернулся, я думала, что сильно люблю его и жду, а кого увидела, то почувствовала себя как-то странно. В прошлом наша встреча была странной, однако тогда он стал для меня всем, но сейчас. Отец, ты можешь объяснить мне, что происходит? Люблю я его или нет? Я не знаю, не понимаю. Девушка смотрела на отца, моля о помощи. Мин Джаашу тяжело вздохнул. К такому его жизнь не готовила. Он не знал, как объяснить дочери, что даже такие чувства, какие были у нее, могут быстро исчезнуть. Люди такие сложные существа. Мин Янь очевидно этого не понимала из-за недостатка жизненного опыта. Кроме того, если бы последние два года она не контактировала с посторонними, то ее чувства к Луиню остались бы такими же чистыми. Нет, возможно стали еще глубже. Но теперь, ее мировоззрение изменилось, что очевидно, усложнило задачу разобраться в себе. Истории, что ей рассказывал Джанфын вызывали у нее шок, поскольку она и подумать не могла, что такие вещи существуют. Мужчине оставалось надеяться, что у Мин Яни Луиня все наладится. Если у юноши получится создать Восточный Пограничный Альянс, он не только станет главой континента Божественного Начала, но сможет зайти еще дальше. Правда с Луинем были свои сложности, парень очень гордый и высокомерный по натуре. Но одно Мин Джаошу понимал отчетливо, лучше не влезать в это, пусть все идет своим чередом. Янир я вижу, что у тебя остались к нему чувства. Но тогда почему я так себя повела, когда увидела его? Вы не виделись два года и сильно изменились за это время, поэтому вам просто нужно побыть немного вместе, поговорить и все наладится. Мин Джаошу погладил дочь по голове, решив, что может сказать ей только это. Ладно, отдохни и впредь постарайся меньше контактировать с Джанфыном и ему подобными людьми. С этими словами мужчина покинул ее комнату. Мин Янь посмотрела на закрывающуюся дверь и снова погрузилась в свои мысли. В это время в областном городе Цунчжоу, группа солдат патрулируя улицы, увидела лежавшую на земле черную фигуру. Что это? Быстро, доложите лорду. Вскоре к месту прибыл Мин Джаошу. Когда он увидел почерневшего человека, то даже сам запаниковал. Он заражен чумой, нужно быстро изолировать его. Услышав его, окружающие солдаты поспешно унесли черную фигуру. Как только Мин Джаошу собирался уйти, на его лице появилась горькая улыбка. Выходи. Из-за угла медленно вышел Луинь, серьезно посмотрев на мужчину. Ты действительно знаешь? Давай поговорим во дворце. Этой черной тенью был мертвый король трупов, которого схватил юноша. Он использовал его, чтобы проверить Мин Джаошу и подтвердить слова Арика. Вскоре в восстановленном после прошлого погрома кабинете Мин Джаошу, двое сели друг напротив друга, и мужчина заговорил. Два года назад один из десяти судей по имени Вэньсань серьезно ранил моего брата Джаотиня, чем воспользовался я и проник в башню очищающего света, а там смог достичь боевого предка, однако вместе этим узнал большой секрет. Спустя время об этом узнал старший брат и решил заткнуть мне рот, но как я мог это принять, поэтому и восстал. Еще тогда его травма не зажила, а я постиг Ауру своего поля. Битва закончилась ничьей, мне удалось уйти, и с того момента империя поделилась на две части. Договорив, мужчина посмотрел на него. Думаю, ты уже это все слышал. Юноша кивнул, ожидая, что он скажет дальше. Глава 609-1. Старший брат очень высокомерен, и когда его загнали в угол нападающие на континент, он был в бешенстве. А теперь еще и раскол в империи. Учитывая все это и его личность, неудивительно, что он связался с новой лигой человечества.